Добрый вечер, дорогие друзья! Как меня слышно? Пожалуйста, поставьте плюсики. Если вы меня слышите, отлично. Если нужно что-то подкрутить, говорите. Если у вас нет изображения, идет фоном звук или меня плохо слышно, может быть, нужно перезагрузить компьютер. Иногда у нас бывают проблемы со связью, но сегодня, мы надеемся, ничто не отвлечет нас от наших уютных бесед. Итак, добрый вечер еще раз, дорогие друзья! С вами передача беседы на крыше 11-го дома и я, ее ведущая, Катена Дятлова. Надеюсь, вы запаслись парой кружечек вкусного чая, потому что сегодня нас ждет интереснейшая дискуссия о самых сложных, последних четырех знаках Зодиака. Чем дальше в лес, тем более сложные мотивации руководят нашими сегодняшними героями – стрельцом, козерогом, водолеем и рыбами. Это так называемая зона учителя, зона экспериментатора. Новатор, он же ученик, то есть первые четыре знака, открыли нечто, попробовали на собственной шкуре, набрались опыта, собрали грабли. Работник, то есть последующие четыре знака, усовершенствовали открытие, применили опыт на практике, а учитель, то есть последние четыре знака Зодиака, довели его до идеала, так, чтобы этим механизмом мог воспользоваться не один человек, а все человечество. И сегодня мы постараемся заглянуть в самые потаенные уголки Зодиака с помощью наших замечательных специалистов. Тамара Юдина была с нами и в прошлый раз, всем очень понравилось, поэтому мы с удовольствием пригласили Тамару снова. Это известный бизнес-астролог с огромным стажем, участница многих ТВ-программ, владелица популярного сайта, преподаватель и руководитель астрологической школы ЮНОНА. И Ярослав Литвинов, наш замечательный соавтор 11-го дома, который помогает проводить астробитвы каждые выходные. Пожалуйста, участвуйте, это очень интересно. Он также специалист натальной элективной прогностической астрологии, использует нетрадиционные методы прогностики и гемоастрологию, которая в современном мире пользуется не такой большой популярностью. Кто не знает, гемоастрология – это использование коррекции судьбы с помощью камней. Итак, напоминаю, что вы тоже, дорогие слушатели, можете участвовать в дискуссии, вежливо общаясь в чате, а самые интересные наблюдения и вопросы мы обязательно озвучим в эфире. Итак, по традиции, наш первый вопрос к гостям о том, с чего начался их астрологический путь, с какими трудностями они столкнулись, и могли бы они что-нибудь посоветовать нашим слушателям, особенно начинающим специалистам в связи с полученным опытом. Ну, Тамара на этот вопрос уже отвечала в прошлой передаче, поэтому попрошу ответить Ярослава, а потом мы сразу перейдем к психологии знака зодиака. Стрелец Ярослав, я даю тебе слово, момент, надо тебя найти. Итак, Ярослав, пожалуйста, к микрофону. Слышно? Тебя слышно прекрасно, только не дыши. Ну, без кислорода никак. Ну, а если серьезно, то, собственно, да, меня уже представили, соавтор 11-го дома. В принципе, мой путь, вот как пришли вы в астрологию, да, с чего все началось, наверное, он у многих одинаков у астрологов, то есть он начинается с детства, да. Когда мы находим там какие-то гороскопы, какие-то книжки, связанные с астрологией, или что-либо подобное. В моем же случае я нашел в детстве, где-то лет 8-9, такой бурвальный гороскоп, запомнился мне, он там красивая бложка такая, там близнецы были нарисованы. Я начал листать эти листики, смотрел там, и меня очень заинтересовало таблицы такие, знаете, где, может, вы помните, я не знаю, высвечивали всякие мешочки с деньгами, это, например, удачный день для финансов, для бизнеса, там, например, стрелка вверх, это карьерный рост и тому подобное. То есть именно тем было интересно, скажем так, вот этими всякими нюансами, моментами. И когда читал это ребенок, ему было любопытно, это интересно, он смотрел картинки, то есть ему это было все любопытно. Впоследствии, как бы, спустя где-то года 2-3, я, ну, даже больше, наверное, 4, у меня появился компьютер, и в свое время мне один знакомый компьютерщик тоже посоветовал одну игру, которая называется «Космические рейнджеры». Ну, я не знаю, слышала аудитория об этом или нет, наши гости, но, в принципе, игра как раз такая чисто ураническая, астрологическая, там, космические корабли, галактики, солнечные системы, пейзажи, планеты, фон красивый. То есть как раз все то, что связывает нас, как астрологов, ну, с планетами, с такой космической тематикой, которая любопытна. Возможно, именно вот эти начальные такие толчки, которые выглядят в виде вот таких вот моментов, да, каких-то гороскопов книжных, каких-то игр, в которые мы играли, или, например, у кого-то, может, в детстве, они смотрели там на небо, на звезды и тому подобное, то в моем случае это произошло в виде книжки и в виде такой игры. После того, как, собственно, я поиграл в эту игру, прошло где-то года 3-4, может, даже больше, я попал на первый курс института в высшее учебное заведение. Увы, я как водолей, мне высшее учебное заведение было не очень по вкусу, это было по настоянию моих родителей, и, естественно, интерес особо к предметам я испытывал в высшем учебном заведении. И, соответственно, я потешил продолжить эзотерический интерес к каким-либо наукам, то есть там хиромантия, нумерология и тому подобное. Но эти науки мне были слишком обобщены, слишком распространены, не в обиду другим, возможно, кто этим занимается, и почему-то у меня внимание прошло именно как раз на астрологию, которая меня заинтересовала своим обилием знаний, своим обилием информации, почему именно 12 знаков зодиака, почему все это расстроено, почему такая разносторонность, почему одни, допустим, такие, другие такие. То есть, по сути, все ведется с того, что именно вам интересно, именно психология, почему так ведут, почему не так. Ну, то есть все вот эти вопросы, которые интересуют обычно людей более взрослого возраста, меня они заинтересовали лет 16, и как бы в этом возрасте я уже начал узнавать о мире астрологии более детально. То есть не просто бульварный гороскоп, а, допустим, натальная карта, аспекты, гороскопы, то есть более подробно вглубляться во все это. Естественно, все это было нелегко, потому что любому начинающему, как вы говорили, поделиться, да, с теми начинающими, с которыми этим интересуются, выпадает просто огромнейший такой фонтан информации, самые разные. Разных школ, разных направлений, разных тех. И когда человек во всем этом новичок, и он в этом не разбирается, то попытка разобраться во всем этом зачастую приводит к полной каше, и к тому, что человек не может понять этого. Ну, настолько большое количество информации. Естественно, лет 16 мне с этим было тяжело справляться, но тем не менее, все-таки в связи с показателями в моем гороскопе, более-менее мне легче структурировать информацию, чем, возможно, кому-либо другому, с другими показателями. И это было успешно освоено мной, и в течение, наверное, двух-трех лет я пытался, скажем так, понять, изучить эту науку полноценно, понять аспекты, понять прогностические техники, всю эту тему, ну, начиная, естественно, с натальной астрологии. Честно скажу, это было нелегко, это очень сложно. Наверное, никто не скажет, что освоить астрологию это довольно просто, тем более тем, кто является самоучкой. Ну, кстати, да, я сам являюсь самоучкой, никакого образования не заканчивал. Ну, в принципе, я не считаю это чем-то плохим или, наоборот, чем-то хорошим, тут как лучше. То есть, допустим, если у одних людей в натальной карте заложено обучение лучше с преподавателем, с педагогом лично, очно, и он более целенаправлен на какие-то результаты, скажем так, бусной передачи информации, то есть те, кто хорошо обучается дистанционно, есть те, кто способны строить себе определенный график обучения, есть те, кто способны познавать информацию более детально, более глубоко, если они изучают сами, узнают из корня и тому подобное. Поэтому, скажем так, рассматривая именно общение с учителями, ну, у меня не довелось, я, скажем так, сам был для себя учителем, но, в принципе, я не считаю это плохим, поэтому вот как-то самоучка. Насчет ошибок на пути в начале, да, пожалуй, это вот самая главная ошибка, это попытка объявить все сразу. То есть, например, если вы изучаете натальную астрологию, не стоит сразу бросаться в синострию, в прогностику и тому подобное, потому что не изучив натальной, вы не сможете разобраться в другой. То есть, постарайтесь придерживать, выбрать каких-то авторов, которые придерживаются одной школы, и читать именно их. То есть, например, если вы читаете книги Павла Глоба, да, и его школа авистийской астрологии, то при этом, читая параллельно, допустим, Бронского или какого-либо другого автора, вы можете напутаться и понять, почему там один говорит одно, а другой говорит совсем другое. То есть, разные школы, разные подходы, разные авторы. Поэтому этих ошибок, на мой взгляд, следует избегать. Ну, а так, вот как-то все. А, ну, еще хочу добавить, что, пожалуй, в мой стаж практики именно астрологических консультаций, это около 4 лет, провожу я их, ну, на мой взгляд, довольно успешно, выназовы тоже хорошие. Ну, собственно, убедиться, скажем так, в моем опыте и насколько это хорошо, можно по тем же астробитвам, поскольку в них я стараюсь описывать ответы подробно, детально и тому подобное. Хорошо, спасибо, Ярослав. Да, кстати, я забыл тебе сказать, что, чтобы мы друг друга не перебивали, ты в конце каждого ответа не забывай говорить «у меня все», тогда я буду точно как сигнал получать, что можно вступать в эту беседу, и мы не будем друг другу мешать. Хорошо, спасибо большое, отлично. Действительно, ты абсолютно прав, что не стоит, не стоит мешать школы, это может привести к перелому мозга, давайте следовать какой-нибудь одной конкретной системе, которую вы выбрали, каждая система имеет право на существование, каждая система имеет свои интереснейшие методы, и здорово завершить что-нибудь одно. Да, я стараюсь улыбаться, Полина, стараюсь улыбаться вообще по жизни всегда, и всем советую, это прекрасное качество. Итак, сейчас мы перейдем непосредственно, так как Тамара, я думаю, многие о ней уже слышали, если кто-то не слышал, пожалуйста, проходите по ссылке, которая на экране, вы можете посмотреть предпоследнюю битву, прошу прощения, битву, господи, беседу, вот, и Тамара там в начале урока рассказывает о себе очень подробно, и сейчас мы, пожалуй, сразу перейдем к психологии стрельца. Стрелец это такой знак, который вместил в себя очень уже много, это уже последний знак огненного тригона, мутабельный, огненный, зона учителя, давайте послушаем Тамару, что она могла бы нам рассказать об этом, спасибо. Ссылка прямо на экране, ой, господи, Тамара, я опять вас приглашаю, значит, к микрофону, прошу прощения, это привычка. Так, да, ссылка прямо вот vk.com, точка com, дробь, одиннадцатый дом, это наша группа ВКонтакте, там в видеозаписях прям последняя запись, как раз-таки вот последняя беседа, это было про знаки зодиака, которые предшествовали стрельцу, было очень интересно, да, кому интересно, вот, заходите, очень, да, и хочу, Тамара, пожалуйста, к микрофону, надеюсь, слышно нас, и вы здесь. Вот, пока Тамара собирается с силами, я могу немножечко начать рассуждать про стрельца, может быть, вы меня раскритикуете или добавите что-нибудь, у стрельца есть очень интересные качества, которые, самое главное, вот, с чем у меня ассоциируется стрелец, это авантюризм, это люди, которые способны пойти на такие расширения границ, ну, на которые другие люди никогда не отважатся, это смелость в квадрате, я бы сказала, даже в третьей степени, а вот и Тамара как раз подключается к нам потихонечку, вот, сейчас мы попробуем ее услышать, Тамара, скажите что-нибудь, пока ничего не слышно, не слышно? Вот да, только ближе к микрофону, только громче, да, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуй, Катюша, ага, здравствуйте, погромче, погромче, я хочу сразу сказать тем, кто советовал надеть гарнитуру, готовясь к первому вебинару, мы попробовали с гарнитурой, но там еще тише, поэтому я просто буду стараться говорить громче, итак, мы сегодня начинаем знаки зоны трансформации, это стрелец, козерог, водолей, рыбы, они интересны тем, что они двойственны, то есть, стрелец, это кентавр, это лошадь и человек, козерог, это вообще чудище, с головой козла, с лапами, непонятно, кого, и с рыбьим хвостом, у водолея два кувшина, один с мертвой, второй с живой водой, ну и знак рыбки, это две рыбы, одна плывет наверх, вторая вниз, стрелец, это один из шести мужских знаков, им управляет водолей, как вы знаете, и он входит в четверку мутабельного креста, то есть, дева, рыбки, близнецы и стрелец. Я хочу, как раз, Катюша сказала, что это авантюристы, я как раз хочу начать с забавной истории, которая произошла у меня на родине, в городе Новосибирске, и она описана одним из моих коллег, астрологов. Ранним утром возле ЦУМа стояла грузовая машина, через борта, к которой свешивались ковры. Ну, вы помните, наверное, что в советское время наличие ковров в семье это было как бы определенным признаком достатка, свидетельствовало об успешности существования этой семьи. И толпа, окружавшая грузовик, буквально бушевала, по два ковра в одни руки не давать. В кузове сидела толстая тетка, крутила ручку кассового аппарата, злилась на напирающую толпу, что вы тут пальцами тычете, называете артикул, платите деньги, идите на второй этаж. Наследствие директор ЦУМа разводил руками и рассказывал, ворвалась толпа после открытия магазина, выстроились вдоль лестницы, в руках у них чеки и спрашивают, где у вас тут такой артикуль, опросили около ста пострадавших, кто-нибудь вообще запомнил номер автомобиля, а номер автомобиля никто не запомнил. Эта история, как я говорю, она на самом деле произошла, и она представляет собой типичную ситуацию стрельца. задумана и осуществлена она была вне всякого сомнения, неведомым Остапом Бендером, как и литературный прототип, обладающим очень сильным знаком стрельца. Стрелец открыт, доброжелателен, улыбчив, демократичен, а главное, он полон идей. Стрелец не станет, подобно льву, бороться за своих поклонников, или, как овен, за своих сторонников. Стрелец будет вдохновлять вот это сколько угодно и кого угодно. Мутабельная стрельцовская гибкость огня это внутренний покой проповедника, который увидел зевающего во время проповеди прихожанина и не разозлился, а подумал, ну что, значит, человек еще не созрел для того, чтобы понять и принять. Это вовсе не означает, что стрельцы не могут рассердиться. Могут, еще как. И если от короткого, как выстрел, огня овна можно укрыться, можно спрятаться за стеной от огнемета льва, то гнев стрельца, он подобен лесному пожару, от него нет спасения. И весь вопрос в том, состоит, на что будет растрачен дарованный Богом поток космической благодати. У стрельца, как и у всех других знаков, есть уровни, проработки. Первым уровнем, самым низким уровень духовного развития называется символическое название аферист. Вдохновенный, жизнерадостный, бродяга, чьи радости удивительным образом складываются из горе других людей. Но он не приемлет никаких обязательств, ни перед кем в принципе. Свобода его идеал, причем на его свободу должны работать окружающие. Непостижимая обаятельность позволяет мгновенно завоевывать доверие, после чего жертва обдирается как листка. Второй уровень это камневый жорк. Это денежный уровень. Социализация стрельца происходит при расширении культурного и словарного запасов. Камневой жорк уже успел осознать свой талант в изготовлении быстро растворимой лапши. Он понял также, что и ушей вокруг великое множество осталось только самое малое. Сделать законным акт торжественного развешивания лапши на уши. Третий уровень проработки стрельца это лектор. К нему уже пришла духовность, пришло понимание, что не хлебом единым, и если он еще не позволяет себе вернее, если он еще и позволяет себе торговать, то разве что книгами, это святое дело. Но уровень знаний и культуры ведет его к другому ремеслу, вдохновлять людей и показывать им путь в будущее. Для этого необходимо просто изменить образ мыслей и жизни. Четвертый уровень это проповедник. Здесь апостольская самоотверженность, служение идеи, которую воодушевлен сам и будет воодушевлять других, она достойна самого большого уважения. Каковым уважением он и пользуется своей пактой, просветительством которой занимается. Ни на единый миг не задумывается о себе, ни единой копеечки не возьмет себе. Каждое мгновение бытия должно быть подчинено просветлению душ и воцарению идей. Если мы посмотрим стрельца ребенка, то врач может и не знать, что воплотился кентавр, но анатомию не обманешь. Созабедренный сустав это слабое место у знака. Стрельцы вообще дети беспроблемные, потому что верховный бог Олимпа Юпитер своих детей в обиду не дает. И качели просвистят мимо, и прохожий подхватит оступившегося ребенка и воспитательница в детском саду не обойдет вниманием стрельцы и везунчики по жизни. И считается, что до 12 лет вообще ребенок находится под такой глобальной защитой. Вы знаете, что как раз 12 лет это цикл обращения Юпитера вокруг Солнца. Ну и поскольку они везунчики, отчасти поэтому они лучезарны, оптимистичны и родителям необходимо поддерживать в ребенке стремление все знать, везде быть, во всем участвовать, а остальное приложиться. Обязательно языки, изучение языков, танцы, в соответствии с индивидуальным темпераментом, от бальных танцев и английского языка до фламенко и испанского. По поводу воспитания детей говорят так, что ребенок не сосуд, который надо наполнить, а факел, который необходимо зажечь. Но в маленьком стрельце своего огня настолько много, что хватит поджечь море среднего размера. А вот наполнить знания маленького кентавра совершенно необходимо. Образование во многом способно определить, чего в нем будет больше, профессора или пирата. У стрельцов есть трудности в школе. Это потому, что система образования у нас в общем-то неправильная. Она лишена индивидуальности. Всех строят в одну шеренгу, всех расчесывают под одну гребенку. А стрелец не согласен. Как это так? Ему предстоит открывать мир, ходить нехоженными тропами, а кто способен открыть что-то новое, если его будут причесывать как всех. Лучший способ обучить стрельца это глубокое погружение. Он просто должен оказаться в неведомом. Все, что рассказывают о дальних странах, о путешествиях, о неведомых мирах, остров сокровищ Стивенсона будет любимой книгой, а дальше Майнри, Рафаэль Соботинец Диссея Капитана Блада. Есть еще Затеренный Мир Конан Дойля, потом Путешествие на Консити Туров Кейр Дала. И я думаю, что любимым ТВ-каналом станет Дискалер. Мужчина-стрелец, пожалуй, у российского читателя самый любимый стрелец, это сын турецко подданного Остап Бендер, специалист по сравнительно честному отъему денег. В обыденной жизни повышенная в общественных собраниях, начиная с Государственной Думы и Совета Федерации и заканчивая муниципальными собраниями областей, городов и Советами ЦСЖ. Вы вскуда встретите представителей этого знака. И все почему? Да потому что народ необходимо вести к светлому будущему, а стрельцы великолепные юристы со склонностью к законотворчеству. Политтехнологи это ложки интавры, готовые за умеренную плату провести кандидата во власть. Второе место концентрации знака это турагентство. Дальние страны и радость от открытия нового это то, чем живут стрельцы. Дело за малым убедить клиента. И вот здесь парадокс, определенный в астрологии как фактор планеты в изгнании. Спасноязыки стрельцы необыкновенно убедительны. Помните, Остап, начиная изысканный комплимент, не мог его закончить. Ведь и не нужно было. Сто на доказательство искренности чувства стояло. Стиль стрельца это речь тамады. Логика не нужна, ее вполне заменит температуру высказывания. Необычные выводы приветствуются. Стрельцы это лучшие животноводы и совершенно недосягаемые как ветеринары. Отгадка в образе кентавра. Им ли не понимать бессловесных пациентов? А видели ли вы наездников стрельцов? Стрелец и лошадь являют единое целое. В очереди к поликлинике стрельца как правило вы не встретите. Аптечка путешественника невелика. Йод, лейкопластырь, средство от похмелья. Но слово гепатопротектор занимает кармическими причинами болезни лучше запомнить. стрелец стрелец в семье. Ну лучше наверное чем буденный не скажешь. Жизнь конная семейной несовместима. Увы, в такой большой и заметной компаниях в четырех стенах квартиры стрелец просто потеряется. Приручить кентавра можно, но от этого он не станет домовиком. Ему нужен простор и свобода. женщина стрелец Вот небольшой перечень известных представительниц знака. Полное достоинство женщины стрелец протянет вам руку при знакомстве так, что поцеловать эту руку будет гораздо удобнее, чем пожать. Разговор, который состоится с нашей героиней, обязательно будет искренним и полным уважением. И вот же парадокс. Не утратив влюбленности и уважения к женщине стрельцу, большая часть мужчин расстанется с ней, не испытав желания и не допустит даже мысли о возможности построения семьи. Что на это пойдет? Это могут быть близнецы поэты, журналисты, математики, шахматисты, им нужна и есть представители еще двух знаков, готовых отдать ей руку и сердце, это рыба и дева. Катюша, у меня все. Спасибо большое, Тамара, очень исчерпывающий ответ, очень интересно. Даже, да, вот я для себя что-то вспомнила с удовольствием, надеюсь, наши слушатели тоже. и хочу сказать, что вот действительно хочу немножко добавить от себя и потом спросить, что хотел бы добавить Ярослав. Во-первых, хочу еще прочитать, что у нас в чате, потому что очень интересно пишут наши слушатели. Вот, значит, наш замечательный участник с очень странным именем Шехлам Чехлоп, явно не лишенный юмора, говорит, что очень социальные люди. Действительно Стрелец один из социальнейших знаков, собственно, как и его управитель Юпитер. Если Юпитер сильно связан со светилами, человек особенно квадратит их, чешет как-то напряженными аспектами, человек будет стремиться в социум, он будет стремиться добиваться каких-то социальных вершин, ну, среди, соответственно, своих сотоварищей и брать какие-то масштабы. Что говорят еще? Полина говорит, что это авантюристы, подлецы, скрытые в негативном проявлении. Действительно, авантюристы, да, но если Стрелец не нащупал свою сильную сторону, он будет авантюристом. Если он нащупал свою сильную сторону, то он может стать кем-то вроде Мавроди, хотя в Мавроди, кстати, Стрелец не так уж сильно проявлен, у него там больше льва, но надо сказать, что, ну, натальной карты я его не знаю, возможно, Девятый дом там сильно выделен, поэтому, как бы, от Стрелеца наверняка что-нибудь есть. Если Стрелец нащупал свою сильную сторону, то он может вполне, даже с помощью авантюризма, неплохо зарабатывать всему свое время и место, как говорится в астрологии. Анастасия говорит, что аферист, это точно факт, знаю такого одного, еще и семью склонны бросать и бежать по друзьям, брательникам. Действительно, Стрелец не самый верный знак, скажем так, как и все мутабельные, они такие очень, ну, Венера в Стрельце особенно, да, любят экзотику, любят попробовать то-се. Интересно, у меня был приятель, который очень любил с Венеры в Стрельце негритянок и всяких таких экзотических женщин, нравилось ему все это пробовать, ну, это прям по классике жанра, если говорить. Полина говорит, что мой лучший друг Стрелец встречен со своими девушками, предпочитал пицца-пати у нее дома, как у подруги, видимо, да, как у друга братана. Я переехала, и он нашел постоянную девушку. То есть, действительно, Стрелец, он сильно зависим от своих друзей и тех, кто одобряет, тех, кто является его паствой, те, кто как-то, ну, зависит от него, что ли, слушает его. Мари, видимо, Стрелец, говорит, что она любит вдохновлять людей, вселять в них веру, в себя. Действительно, у Стрельца это один из сильнейших талантов. И Дарина очень интересную историю рассказала, она сказала, что начальник Стрелец, у него куча планов очень интересных, которые нужно сделать вот прям сейчас. Естественно, забив на текущую работу, воплощая в жизнь оригинальные идеи начальника, а потом плоды, на которые было потрачено немало денег, пылятся в углу. А у нас на уме уже новый, самый сногсшибательный план. Действительно, я уже не раз встречала именно таких Стрельцов, которые пытаются бежать за трендом, бежать сейчас вот за этой модой, которая сейчас происходит. Нужно успеть сделать, расширить границы именно вот так вот, как требует социум. Но по факту они при этом к потребителю не сильно прислушиваются. Они просто вот слушают каких-то авторитетов, которые у них есть. Им кажется, что ага, конкурент, ведь Агонин вообще конкурентный очень сильно. Он видит, что у конкурента круто, так, надо за ним повторить, надо сделать так же или круче. И пытается вот в этом плане за трендом успеть. Ну и, конечно, тренды меняются очень быстро, поэтому и у Стрельца тоже вот эта мода, она меняется достаточно быстро. Ксения Раевская говорит, что со Стрельцами очень здорово дружить, веселиться и говорить по душам, но жить с ними я не смогла. Они не созданы для семьи. Да, у меня есть приятель, Стрелец. Вообще, когда Стрелец у вас связан с Седьмым домом или Юпитер аспектирует элементы Седьмого дома, очень часто люди выходят замуж по несколько раз. Особенно напряженные аспекты Юпитера, мутабельный знак на Куспиде Седьмого, люди выходят замуж, женятся по одному, два, три раза. Есть знакомые, которые по три раза выходили, да, женились. Замечательно все у них. Они радуются жизни абсолютно, но вот так вот происходит, да. Чехлам, значит, да, значит, что у нас еще друзья пишут? Дарина говорит, что, в общем, друзья, все Стрельцы, которых видела, просто горят оригинальными идеями свободолюбивой и независимой, ну, в принципе, как любой огонь. Найдут выход из любой ситуации. Действительно, они сухими выходят из воды, счастливчики. Классные родители, когда ты маленький, так ведь хочется понимания умных разговоров и свободы. Да, Стрельцы, отличные родители, они сразу ребенка как-то воспринимают, ну, на равных, что ли, я даже не знаю, не то, что на равных, но они сразу вот находят с ним такой общий язык, и столько интересного ему могут показать, ведь Стрельцы, это сказочники, они могут рассказать столько легенд, скажем так, зайти. Вот когда у Стрельца задаешь ему какой-нибудь вопрос, он не ответит конкретно на этот вопрос, но он зайдет вот с каких-то дебрей, с дебрей, да, скажет там, расскажет вам про мифы, легенды, какие-то интересные факты, о которых вы знать не знали, да, и в итоге он так как-то обойдет, облавирует ваш вопрос, то есть конкретно на него вы ответ не получите, но очень много интересного услышите, это точно. Вот, поэтому вот их называют сказочниками, классическими. Ксения также говорит, что знакомый Стрелец работает в Горном Алтае, ездит на лошадях, жить без них не может, в семейной жизни ужасно. Да, Тамара говорила про конный спорт, а я хочу сказать, что Стрелец в целом очень элитарный, престижный знак, он очень любит элитный спорт, и если элитный спорт на данный момент это конный спорт, прекрасно, если на данный момент элитный дорогой спорт это теннис, например, как было при Ельцине, то будет теннис. Если это горные лыжи, будут горные лыжи. То есть, в принципе, вот элитарный, крутой спорт, это очень Стрельцы любят, и у них это прекрасно получается. Да, вот, Стелла также пишет, а, прошу прощения, Ксения вначале пишет, что у мужа отец был Стрелец-физик-ядерщик, ну, кстати, среди ученых Стрельцы тоже встречаются, и муж говорит, что детство с таким отцом было сказкой. Ну, я представляю, папа приходит, такой бородатый, ученый, классный, уютный, начинает рассказывать какие-то истории, даже про ту же физику, и рассказывает, это безумно интересно. И поэтому вот Стрельцов все слушают, лучшие мотиваторы это Стрельцы, лучшие коучеры это Стрельцы. Знаете, вот этот Ники Вуйчич, Ники Вуйчич, он у него стеллиум в Стрельце, у него нет вообще конечностей, то есть, это человек, который родился, насколько мне известно, без конечностей, и он самый лучший мотиватор-учитель. Диспозитор у него, Юпитер в Скорпионе, при этом, он постоянно, экстремально проводит свое время, то есть, он постоянно там плавает, да, без конечностей, представьте, каково это, и так далее. Стелла говорит, ну вот девушка-стрелец в третьем браке, ребенка сплавляет разным родственникам, в том числе бывшему мужу, строит свою личную жизнь свободно от ребенка. Да, но я думаю, что Стелла, она очень оптимистично смотрит на свою личную жизнь, и, в принципе, даже не стесняется того, что у нее было такое. Вот, значит, и девушка зашла, не знаю, как ее имя, спрашивает, а если у меня солнце в седьмом доме в стрельце, но не в знаке Куспида, мне учитывать Юпитер как суправитель седьмого дома. Я думаю, что если стрелец не захвачен седьмым домом полностью, то не стоит учитывать Юпитер как суправитель седьмого дома. Итак, друзья, давайте теперь перейдем непосредственно, что скажет нам о стрельце Ярослав. Очень интересно. Надеюсь, ему будет что-нибудь дополнить, и потом я тоже, может быть, что-нибудь добавлю от себя, потому что знак очень объемный, там уже в 3D идет, в 4D эти знаки, поэтому можно много говорить. Ярослав, я даю тебе слово, расскажи нам, что ты думаешь про стрельца. Честно говоря, выслушав ваши такие длительные беседы, да, особенно и говорить-то нечего. Вы очень много отметили и Тамара, и ты, Катя. То есть, в принципе, единственное, что я, пожалуй, такого заметил и чего вы не обратили внимания, это, наверное, разве что идеализм. Стрельцы очень идеалисты сами по себе, и зачастую они больше склонны идеализировать любые какие-то свои, не просто идеи, а в зависимости от того, в какой дом, например, попадает к успице стрельца, да, например, если, как заметили, он там в 7 доме, это несколько браков, там какие-то отношения и тому подобное, то случай, например, с, допустим, с 10 домом, это часто смена работы, мутабельность, возможно ее идеализирование, то есть, допустим, человек работает каким-то чернорабочим, да, настроит из себя там какого-то крутого человека, такого гуру и тому подобное, допустим, если взять, допустим, первый дом, то человек может себя позиционировать, ну, примерно так же, как и десятый, то есть, все зависит еще от того, скажем так, в какой куспит попадает и как именно человек к этому относится, но это зависит, как правильно замечала Тамара, от уровня проработки, то есть, если у одного, допустим, человека, куспит седьмого дома, это будет стрелец, который гуляк, а третий брак, детей справляет и тому подобное, то у другого по уровню проработки, духовному уровню, да, это может быть уже человек очень такой опытный, очень сведущий, какой-либо гуру, возможно, даже связан с религией, духовностью и тому подобным, и при этом он отличный семьянин, прекрасно проводит время, и поэтому тут нельзя делать таких односторонних, я бы сказал, выводов, все именно зависит от уровня проработки, и, допустим, в наших, да, консультациях это очень сложный момент, когда ты не знаешь уровня человека и пытаешься предугадать, а вот какой у него уровень, как я правильно, ну, как именно правильно отметить, то есть не считая, допустим, аспектацию, не считая управителей, там, всяких положений, силы планеты и тому подобное, тут еще многое зависит от этого уровня, и это довольно двойственный такой момент. Еще хотелось бы отметить такой нюанс, это оппозиционный знак, где вы, близнецы и стрельцы, да, несмотря на то, что они позиционные, стрельцы, как их неуправители, Юпитер, они довольно поверхностные, то есть их неизнание, они могут много всего сразу знать, много всего обхватывать, но у них не хватает цели фиксированности, то есть если они мутабельны, то им не хватает чего-то одного, заострить свое внимание. То есть, например, если взять какую-либо планету в стрельце, и при этом она будет, ну, например, в квадратуре какой-либо другой планете, то в таком случае от человека можно ожидать абсолютного распыления в разные сферы, ну, в зависимости от домов, и из-за этого он может страдать, ну, и даже не просто он, а вообще и семья, и работа, или еще что-либо. Поэтому вот этого, именно его поверхностное качество я советовал бы людям, стрельцам, убирать и вырабатывать себе какую-то такую детальную, структурированность, ну, то есть фокусироваться на чем-либо одном, а не стремиться охватить все сразу. Ну, а в целом, больше добавить особо нечего, поскольку вы уже и так все сказали. У меня все. Спасибо. Спасибо, Ярослав, большое. Сейчас я немножечко дополню, мы перейдем к следующему знаку. Хочу сказать, что у меня не все, потому что про стрельца, честно, я, как и про любой из последних четырех знаков, могу говорить бесконечно, но я постараюсь вас не мучить. Хочу сказать, что иногда проповедование стрельца Ярослав, в принципе, очень интересно дополнил, он действительно прав, что все очень сильно зависит от уровня проработки. Вот хочу сказать, что иногда уровень проповедования стрельца доходит до такого неправильного вот этого вот преодоления. Вот стрельца, он пытается преодолеть границы, он пытается охватить как можно больше территорий в плане аудитории, или территории географические, то есть он пытается посетить побольше стран, узнать побольше культур, попробовать разные экзотики и так далее. Но помимо этого, он также пытается охватить побольше паствы. И вот, когда это скатывается в не очень хороший уровень, как раз, как отмечал Ярослав, это становится очень многих террористов, которые готовят смертников, сильно проявлен стрелец. Более того, стрелец с рыбами, это практически классика для террориста. И когда в транзитной карте начинают активно работать Нептун и Юпитер на небе, то у нас получается с Хероном в том числе, потому что Херон тоже сочетает в себе некоторые качества Юпитера, у нас начинаются теракты. Вот. И, то есть это вот такая вера, вот, да, то есть любая вера, не только хорошая, но и также преодоление границ морали, причем собственной морали. И морали социальные, общесоциальные, поэтому тут можно посмотреть с плохой стороны. Также мы говорили про то, что стрелецы, близнецы, вот это оппозиционные знаки, как правильно заметил Ярослав, и очень часто у меня была такая клиентка, значит, у нее была, вот когда вы видите оппозицию на оси стрелец-близнецы, у вас сразу должно что-то насторожиться в вашем, в том, что у человека что-то с окружением очень интересное творится. Он сам может быть из довольно элитного общества, но при этом общаться с какими-то людьми совершенно нижайшего плана, с бомжами там, или там с гопниками и так далее, хотя сам он какой-нибудь суперкрутой там эксперт-специалист или там очень богатый человек. Также наоборот, да, наоборот, если там может быть гопник какой-нибудь, но попадает в какие-то совершенно интересные общества престижных людей. И вот интересно, у меня была клиентка, которая утром, она шла вот с такой оппозицией, преподавала деткам в очень элитной частной школе по стрельцу, а вечером она шла и спала и встречалась с зэками, да, вот как раз с какими-то гопниками общалась и, в принципе, вот была очень крутой учительницей, а вечером вот проводила время с зэками. Вот такая вот интересная позиция. Ну, это, конечно, очень утрированный вариант, есть разные варианты. Надо сказать, что стрелец, он иногда скатывается, он иногда скатывается к тому, что то он очень такой замечательный, элитарный, престижный, солидный человек, то он начинает скатываться до какого-то базарного совершенно уровня гоп-стоп-компании, то есть авторитет такой, знаете, на уровне, ну, это вот минусы такие стрельца, да, то есть, ну, у стрельца есть еще фильтр очень сильный, потому что ведь сам Юпитер, управитель стрельца, это фильтр нашей системы, он не допускает к Земле всякие, своей гравитации притягивает на себя всякие, там, астероиды, поэтому он является печенью в нашем организме, да, вот помимо того, что он, как правильно говорила Тамара, он отвечает за тазобедренные кости, так он еще и за сам таз, он также отвечает за печень, и поэтому у нас, конечно, ну, это как вот большой фильтр, и поэтому хороший проработанный стрельец никогда не допустит к себе ненужных людей, он будет очень сильно фильтровать то, с чем он связывается и так далее. Да, бедра. Вот, что еще хочется сказать, что вот очень часто люди с сильным стрельцом, но со слабым солнцем, с сильным Юпитером, но со слабым солнцем, они, у них такие же амбиции, как у сильного солнца, у сильного льва, например, да, но у сильного стрельца амбиции чужими руками. Я хочу добиться того, что человек с сильным солнцем, то есть сильное солнце, оно хочет само добиться. У него вот такие амбиции, как у автора. Я хочу быть автором своих достижений, когда у сильного стрельца, и я хочу, чтобы мне помогли вот эти вот эти вот люди, вот эти связи, чтобы я стал вот супер популярным там специалистом, экспертом. Вот это тема мутабельности, когда мы опираемся на каких-то других людей, обстоятельств ждем, удачи и прочих каких-то вещей. Также, да, про чувство юмора очень правильно заметили друзья. Действительно, самые известные юмористы, они тоже вот такие вот, причем старого такого времени классического, они очень часто либо дневные рыбы, что соответствует по сути стрельцу даже еще круче, огненная рыба так называемая, то есть рыба, родившаяся днем, и то же самое со стрельцом. То есть это действительно очень замечательный юмор вот в таком классическом понимании юмора. Ну и, конечно же, да, действительно, на тему того, вот кто-то, сейчас вспомню, кто-то спросил про то, что что не нравится стрельцу, я могу сказать. У меня была история, у меня был приятель, который стрелец, приятель моего отца, мужчина в студенческие годы был очень такой активный парень, он постоянно развивался, он 10 языков учил параллельно, то есть у него было 100-500 амбиций, но у него и солнце было сильное, он такой был и по стрельцу, и по льву там сильный все, огонь такой сильный. И там, и тут все пытался успеть. И в какой-то момент он, значит, женился на однокурснице. У них была любовь, все прекрасно, она родила дочь, и когда прошло какое-то время, вот они закончили институт, и он понял, что он-то уже далеко ушел, он очень высоко поднялся, он открыл свою компанию, он выучил 10 языков, он ездит по странам, он там узнает людей. А эта девушка, с которой он вышел замуж, она толстеет, значит, нянчит ребенка, никак не развивается, абсолютный ноль, и ничего нового он от нее узнать не может. Вот это, что не нравится стрельцу, ему не нравится то, что человек никак не развивается рядом с ним, и тогда он может вполне забросить этого человека, то есть отказаться от него. И действительно, этот приятель наш, он развелся с ней, к сожалению, девушка после этого умерла, можно сказать, даже от тоски в какой-то степени, но у нее рак печени как раз начался. Я не помню натальную карту, честно, но там была вот такая вот суть, и он встретил девушку, которая в свои, не знаю, 22 года защитила там две диссертации, тоже проехала полмира и так далее. То есть, ну, стрельцу нужно соответствовать. Он, бывает, конечно, стрельцы не очень проработанные, которые подбирают непонятно что, да, и пытаются из этого сделать конфетку, такое тоже бывает. Надо сказать, что если у вас Меркурий в стрельце, если вы там, скажем, молодая девушка, да, и у вас есть амбиции хорошие, я очень рекомендую идти заниматься, прям прорабатывать свой этот Меркурий в плане того, что идти заниматься там коучинг. Я знаю девочек, которые 95-го года рождения, конечно, это противоречит всем там нормам Сатурна, да, и законам, и правилам, и набору опыта, но они в 95-м году уже, значит, консультируют, они коучеры, очень популярные, на которых идут, их слушают, за ними толпа прется, причем они могут даже лапшу на уши вешать. И люди с удовольствием интересуются тем, что они говорят, пишут и так далее. Вот это вот сила стрельца, если ее осознать, можно очень даже удачно в своих интересах ей пользоваться. Вот, а еще прочитаю то, что нам пишут, друзья, значит, наш замечательный, интересный товарищ, которого Шехлам Чехлоп пишет, что у меня 20 лет прошло со стелемным стрельцом, везде таскал меня по всем видам спорта, но все-таки я вдалей, я была мотиватором, а она просто расширяла пространство. Быстрое на подъем. Действительно, стрельцы распыляются и могут хвататься за то, за все, как любой мутабельный знак зодиака. Егор говорит, что стрельцы отлично видят возможности, ориентированы в будущее и любят показывать возможности другим, вдохновить их, чтобы они жили лучше и духовно развивались. Да, это, опять же, их возможность проповедовать. Красивая Меча говорит, что с 10 лет мечтала и ждала такого мужа, меня всегда покоряли мозги, причем за мной и ухаживали с первого класса, именно ботаники с математикой. Вот так вот. Интересно. Ну что ж, Мария говорит, что училась в универе на менеджера, на самой престижной специальности, и сейчас приходится работать бухгалтером и общаться с алкашами. Но это все можно исправить. Действительно, Мария, если вы стрелец, обязательно, обязательно фильтруйте ваше общество и старайтесь идти вверх. Так что, в принципе, Ксения говорит, что у меня тоже очень близкая подруга, долго жила со стрельцом, тоже наскучила ему, и он ушел. Но еще год оплачивала ей съемную в квартиру в приличном районе Москвы. Это правда Ксения, стрельцы очень щедрые, хороший там проработанный стрелец, будет, в принципе, может содержать хоть 150 своих жен и быть очень даже, ну как сказать, щедрым человеком по отношению к своим девушкам. Итак, давайте теперь перейдем к следующему знаку зодиака. На этот раз я предоставлю первое слово Ярославу. Мы переходим к козерогу. Очень интересный знак. Для меня, честно скажу, хотя я стель умный козерог, для меня до последнего, пока я вот начинала заниматься астрологией 6 лет назад, это был самый непонятный знак зодиака всегда. И, ну, чем старше я становилась, чем больше я занималась, тем лучше у меня с ним получалось. Так, да, простите, что мы иногда затягиваем, но хочется объять необъятное, как всегда, особенно с последними четырьмя знаками зодиака. Поехали. Ярослав, к микрофону. Прекрасно. Не дыши. Угу, порядок. Хорошо. Так, ну, собственно, интересно заметила Катя, что у нее, вот она, ей тяжело было понять знак зодиака козерогу. Что интересно, мне как раз наоборот, мне тяжело понять знак рыбы в силу их недвойственности, мутабельности и тому подобное. То есть вот эти типы, которые я знаю, что 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 я знаю. Типичные интерпретации того, какие рыбы самопожертвенные или еще тому подобное, это, конечно, очень хорошо, но по факту, ну, не знаю, возможно, в силу того, что у меня в мутабельном кресте всего одна планета, мне тяжело это понять. В случае же козерога, как по мне, знак довольно прост. Объясню почему. Сам по себе знак соединяет, во-первых, является кардинальным и при этом стихией огня, то есть по сути, ой, стихией земли, извиняюсь, то есть по сути тут идет соединение, можно сказать, сплав огня и земли. Почему огня? Потому что он кардинальный, а земли, потому что он способен выдерживать нагрузки, он вынослив, у него много терпения, у него большая дисциплина, у него есть структурность, пунктуальность, спокойствие, умение держать себя в руках. Еще очень характерное качество козерога это стратегически мыслить и просчитывать дальнейшую, как бы, планы, графики, структуру, аналитики и тому подобное. То есть это есть хорошие черты, однако есть, собственно, и плохие черты, ну, наверное, как у всех знаков. То есть это, например, жесткость, отстраненность, чрезмерная серьезность, холодность, пессимизм. Ну, неудивительно, если учесть, что козерогом управляет Сатурн, который, собственно, за все это отвечает. Возможно, в зависимости от человека, у него, как со всеми, есть уровни проработки, да, как говорила Тамара, то есть со всеми знаками точно так же тут. Тут есть козероги, допустим, первого уровня, самого низкого, которые исключительно холодные, жесткие, они думают только о себе, идут по головам ради цели, карьеристы, которые, скажем так, способны даже на манипуляции, хитрости, хотя, как бы, казалось бы, знаку это не характерно, но тем не менее. Есть же боль, второй уровень, это уже более-менее стабильный такой уровень, это когда люди-козероги менее, скажем так, подвержены настолько, менее подвержены настолько серьезным стремлением пойти против всех, пойти на все, чтобы достичь своей цели. Более того, второй уровень, это, в отличие от первого, это уже не такое, нет такой замедления. То есть стихия земли, несмотря на кардинальность, дает замедление, и вот это умение стратегически мыслить козерогам дает свои минусы. То есть, например, козерог может очень долго обдумывать, строить планы, графики, все остальное, то есть потратит на это, допустим, полгода, и только потом начать все это реализовать, а уже, допустим, тенденция на это прошла, и все. И его планы просто пойдут коту под хвост, и то, что он долго задерживал, пойдет никуда. В этом плане вот как раз и есть уровень мудрого, да, так сказать, козерога и низкого козерога. Если мудрый козерог стремится кардинально действовать, то есть, допустим, у него потратят месяц на стройку планов, или даже неделю, то более слабый, низкий козерог будет строить это очень долго, долго все это устроить пирамиду, что в итоге ничего не даст. Ну, кроме этого, козероги это такие очень сдержанные знаки, очень холодные. То есть, допустим, если куспит козерога, попадает третий дом, да, это обучение жесткое, обучение сухое, обучение требуется структурность, требуется дисциплина, требуется графики, определенная аналитика. То есть, тут человеку нужны факты, тут человеку нужны какие-то исследования. Тут человек не просто поверит на слово, а как, допустим, стрельцу, да, которому, как мы обсуждали выше, ему готовы верить, он может вам рассказать философию и все остальное. Тут в случае требуется интеллект, скажем так, факты, аналитика, а не просто какие-либо слова или умение убедить собеседника. Многие козероги, наверное, как вы слышали, это ученые, то есть, опять-таки, физики, ядерщики, все вот эти профессии, требующие очень такого детального, детальности, внимания и тому подобного. В этом плане козерог очень похож на деву, про которую была в прошлой передаче, которая умеет обращать внимание на все мелочи, детали. Ну, собственно, это неудивительно, потому что они обе из земной стихии. В целом, козерог такой знак очень двуликий, ну, как и все, потому что одних нету, скажем так, людей, которые воспринимают козерогов нейтрально. Обычно мы слышим холевары на эту тему, вот козероги плохие, жесткие такие все, пни такие, холодные камни, не способные воспринимать ничего, карьеристы, которые идут по головам, а другие говорят наоборот, вот они очень хорошие, они серьезные, в отношениях с ними всегда есть стабильность, в отношениях с ними мы можем ждать материальной поддержки. Это тебе, допустим, и стрельцы, которые способны убегать к другу, а те, кто будут поддерживать трудную минуту. Да, это правда, собственно, тут все зависит от самих людей и от того, как они воспринимают, какие качества. То есть то, что для одного блага, допустим, в виде того, что человек такой постоянный, фиксированный, сфокусированный на чем-то одном, то для другого может это выглядеть как занудство, нетерезанудство, скучность, монотонность, рутинность и будет. То есть тут все индивидуально. Ну и, допустим, еще очень многое зависит от Куспида, да. Допустим, если у нас Куспид седьмого дома в Козероге, то мы можем ожидать от отношений или от партнера, человека такого серьезного возраста, который будет, скажем так, будет нас более-менее координировать, будет нами управлять, возможно, он будет более сухой, жесткий и тому подобное. То есть в данном случае многие люди боятся Козерога в Куспиде седьмого дома, потому что они считают, что вот такой партнер – это опасность, это плохо и тому подобное. Но я лично считаю, что это неправильно, потому что все зависит от того, какой этаж вы используете, да, допустим. То есть одни партнеры Козероги действительно могут быть такими жесткими сухарями, которые в чувствах никакие, которые все скрывают за каменной стеной, пробиться через них невозможно. А другие Козероги, они могут эти качества, такие сильные качества Козерога реализовывать, допустим, на работе в карьере, а дома быть более раскрепощенными, более мягкими. Хотя нельзя сказать, что они будут именно такими, допустим, как раки, да, чувствительные, мягкие и тому подобное. Поэтому как бы есть разные мнения, какое именно, нельзя утверждать, что он хороший, нельзя утверждать, что он плохой, но это, наверное, как и про любой знак. Все в зависимости от ваших предпочтений, взять еще, допустим, в пример мы взяли, да, Куспид седьмого дома возьмем, и третьего дома мы брали, например, возьмем, в пример Куспид одиннадцатого дома, да, тема друзей, государственных каких-либо учреждений, заслуг, подарков судьбы и тому подобного. С одной стороны, Куспид одиннадцатого дома в Козероге, да, ну, там еще под управителя зависит, но тем не менее, он дает отношение такого к друзьям жесткого, холодного, он дает малое количество друзей, он не дает большой общительности. Но тем не менее, вы будете точно знать, что эти друзья, допустим, в зависимости от управителя, допустим, если он в одиннадцатом доме, да, тоже, в том же доме, в том же Куспид, то вы будете точно знать, что эти друзья вас не подведут, что они поддержут вас в нужный момент, от них можно ожидать толкового плана. Они вряд ли вас обманут или скажут вам, что вот так ты выглядишь хорошо, на самом деле все по-другому. Эти люди надежны. С другой стороны, опять-таки, таких людей мало, отношения с ними довольно, ну, могут быть холодными. То есть, как минусы, так и плюсы, а какой уже выбирать, а какой хорошей стороны, какие плохие, это уже как вам повезет и зависит от того, какого человека вы найдете или как вы сами себя проработаете. К слову, почему я так говорю, просто я сам стиль умный козерог, у меня там три планеты, и это все дает, скажем, несмотря на мой юный возраст, да, там, до возвращения Сатурна и тому подобное, но, тем не менее, дает качества, которые заставляют задуматься, заставляют быть более взрослым, более серьезным. Ну, и тут главное не стать пессимистом, не стать депрессивным, которому вечно все не так, таким стариком, который думает, что думает только о карьере, думает только о деньгах, думает только о себе, вместо того, чтобы думать о каком-либо, скажем так, ну, не просветлении, а духовном развитии, становлении высшей помощи другим. Ну, вот как-то у меня все. Спасибо, Ярослав, очень интересно. Да, действительно, ты прав, я во многом узнала и себя в том числе, но хочу сказать, что многие стиль умные козероги, ну, это люди нашего поколения, они себя козерогами долгое время не ощущают, опять же, в том числе до возвращения Сатурна, у них нет какого-то вот этого чувства адекватного времени, чувствуют, что они не настолько ответственны, что наелись этой ответственности в детстве, ну, и вот это закон компенсации дефицита. Но суть в том, что действительно большая ошибка козерога, хочу сказать, что вот козероги, они очень долго набирают опыт. Вот мы сегодня с моими студентами как раз это обсуждали, почему человек с сильным Сатурном или сильным козерогом не может, не может сразу, например, брать деньги за консультацию. Потому что он думает, что ему нужно десяток лет поработать, набраться опыта, стажа, и только потом он может сказать себе, да, я могу взять эту ответственность на себя, я могу потребовать деньги за консультацию до этого, я не имею на это права. Это огромная ошибка в стиле умного козерога. Почему? Потому что Сатурн, он противоположен Солнцу по своей сути, потому что он соправляет водолеем так или иначе, водолей находится напротив льва. Солнце – это самоценность, я автор, я есть у себя, я самое ценное, назначить себе цену. Вот это очень важно. Поэтому Сатурн, он ограничивает вот эту нашу свободу выбора, да, и так далее. Время – это самое сильное ограничение человека, самая сильная граница. Сатурн – граница септенера. И вот надо сказать, что я рекомендую сильным стильным козерогам, что поймите, если вы не берете деньги, у вас нет ответственности, вы не можете ее прокачать, вы не можете отвечать, пока у вас нет реальной мотивации в тех же деньгах, да. Пока вы бесплатно консультируете, вы можете срулить. Сатурн может сказать, нет, чего, у меня нет долга, у меня нет какого-то этого, ну, ответственности за этого человека, чего, зачем я буду себя напрягать. Пошло оно нафиг. Как только вы берете деньги, как только вы начинаете брать деньги, Сатурн вас не отпустит. Он заставит вас качественно, профессионально сделать работу, потому что это действительно серьезная ответственность. Поэтому, да, сатурнянцы, пожалуйста, не тушуйтесь, так сказать. Кстати, у кого Сатурн, да, сильный на возвращении, обычно он требует очень серьезных свершений. Там, если Сатурн встретим, написать книгу, если Сатурн, там, в пятом родить детей, если в седьмом выйти замуж, ну, и так далее. Поэтому это серьезные сатурнянские ответственные вещи. В восьмом, ну, в одиннадцатом, наверное, я думаю, что в одиннадцатом доме он требует как-то на коллектив повлиять, то есть социальную значимость на себя взять, то есть, может быть, взять ответственность за целый коллектив. В двенадцатом, я думаю, что он требует от человека самоосознанности, как-то умения ограничить себя. В восьмом требует от человека, чтобы человек научился справляться с кризисами самостоятельно, например, то есть управлять ситуациями дедлайна и давления, скажем так. В четвертом, это, опять же, тема семьи. В десятом, стать управленцем. Ну, то есть, вот такие вот какие-то моменты, да, вы можете уже даже сами. Мы, кстати, на следующей передаче, мы обязательно будем говорить про дома, про этажи домов. Вот это будет интересно и рекомендую вам участвовать. Тамара, прошу вас к микрофону и рассказать нам, что вы думаете про Козерога. Ну, для меня эта тема тоже очень душесчипательная, потому что, хоть я и не сели умный Козерог, но Сатурн у меня в Козероге в соединении со студентом со стороны первого дома. Так что, все это я пропускала всю тему Сатурна, всю тему Козерога, в общем-то, всю жизнь пропускаю через себя. Итак, Козерог, большое дело в одиночку не сделаешь, и для этого необходимо организовывать людей, ставить им цель, и именно эта задача определена для Козерога. Зрелость, мудренность, дальновидность его так велики, что кажется, будто с самого детства он был взрослым. И это действительно так, потому что чувство ответственности и долга у Козерога врожденные. Задачи Козерога очень сложны, и талантов ему дано достаточно много. Таких, за которые у других знаков идет битва. Это системность ума, дисциплина, выдержка, терпение, умеренность. Работника лучше Козерога навряд ли можно найти, потому что он дисциплинирован, строго одет, никаких желаний, кроме работы. Все изучит, совсем на вы, требователен, собран, памятлив, идеальный подчиненный, безотказен, идеальный начальник. Он всегда найдет и место, и дело. Козерог, как мы говорили уже про то, что знаки, расположенные напротив друг друга, определенным образом перекликаются. Козерог, как и его вечный оппонент Рак, он является манипулятором. Ну а как же без этого можно грамотно управлять людьми, только зная их уязвимые места и вовремя нажимая на эти болевые точки. Управляет знаком планета Карма, Сатурн, и именно он делает Козерога дисциплинированным и астетичным, для чего время от времени подбрасывает на его пути бревные камни. Козероги, стилеологи, альпинисты, геологи непременно имеют в своем гороскопе сильного Козерога. Сравните, чтобы стрелец не потерял вдохновение, его правитель Юпитер подбрасывает своему дитяйке подарки. А Козерогу везение со вдохновением ни к чему. Козерог не верит в чудеса и денежные выигрыши, а иначе он распустил бы Нюни и где-нибудь на каменистой посыпи стал сдать бы спасательный вертолет. А ему необходимо научиться маневрам во времени и пространстве. Конечно, везение обязательно придет к Козерогу, но только тогда, когда его миссия будет выполнена. Придет сразу в высокой октаве в виде признания практической власти и атрибутов величия. А проработка знака – это в следующем. Карабкаясь по служебной лестнице, избавляясь от штампов социума и утончаясь по мере духовного роста, Козерог начинает понимать, что его цель – не заводы, не фабрики, не финансовая система. Козерогу нужно дать человечеству то, в чем он так долго отказывал – это любовь и сострадание. Сатурн, управитель Козерога, его по-другому еще называют хронос, время. И, собственно, задачей Козерога – это научиться управлять временем, научиться планировать. Козерог, как я уже говорила, антипод рака и сфера влияния у них, в принципе, одинаково. Это род, семья. Это может быть в каком-то узком понимании, это семья – ячейка общества, а может быть в широком понимании, то есть семья – это весь мир человечества. Хочу сказать про Сатурн, попадающий в зону отчуждения при построении цепочек диспозиций. То есть это получается, когда Сатурн находится в Козероге, особенно когда он ретроградный. У таких людей с детства очень часто, как показывает моя практика, присутствует ощущение недолюбленности. Оно бывает абсолютно иррационально. То есть ребенок может быть единственным семьем. Семья может быть очень обеспеченным, и ребенок тоже ни в чем не встречает отказа. И тем не менее он подведет под это чувство теоретическую базу и обязательно это выскажет в ответ на вопрос. Такое встречается даже если Сатурн не находится в Козероге, но при построении цепочек диспозиций он попадает в центр формулы души. Вот это вот ощущение недолюбленности имеет место быть. Особенно если Сатурн еще и ретроградный. По опыту опять же хочу сказать, что Сатурн, когда попадает в центр формулы души, родителям особенно важно дать образование, высшее образование своему ребенку. Ну образование, как вы поняли, образование и проработка знака, это важно независимо от того, в какой знак попало Солнце. Но вот для такого Сатурна именно, именно Сатурн не Солнце, а Сатурн в Козероге или Сатурн в формулы души, в центре формулы души, очень важно, чтобы было дано образование. Куспи с седьмого дома, когда попадает в знак Козерога, это не столько свидетельствует о том, что партнер будет какой-то зрелый или может быть облечен властью. Очень часто это говорит о том, что разница в возрасте с партнером и порой чувствительная. Но самое интересное, что разница в возрасте не обязательно будет в сторону мужчины, то есть что мужчина в паре будет старше. Очень часто бывает как раз наоборот. И это как раз является определенным испытанием для женщины, то есть она должна научиться противостоять каким-то внутренним комплексам, каким-то стереотипам, которые навязываются обществом, что мужчина в паре должен быть обязательно старше. То есть вот такой интересный момент. Ребенок Козерожек, ну это тоже для меня очень близко, потому что оба моих сына Козерожки в период вынашивания, в родах, послеродовый период. Маленький Козерожек, как правило, не досаждает своим родителям, и если есть с чем сравнивать, как говорится. А вот взгляд маленького Козерожка удивляет, потому что они приходят взрослыми людьми, еще вот прямо с маленькими старичками рождаются. Мои пацаны никогда не закатывали эстерик, даже вот самые сложные переходные возрасты, там в год, в три года, и чему я просто безмерно рада, наблюдая, конечно, за несчастными родителями других детей, когда там их ребенок падает на пол и начинает колотить руками и ногами. Козерог – человек низкий, и осознание этого неведомым образом приходит к нему очень рано. И ребенок, конечно, он шалит, и ему необходимо что-то объяснять, но это, как правило, разговор двух равных людей, можно сказать, даже двух взрослых людей. Поэтому сразу ряд практических рекомендаций родителям никогда нельзя сравнивать своего ребенка с кем-то, типа вот посмотри, как там Вася, или посмотри, вот Маша. Потому что, допустим, если маленького Овны это сравнение может мобилизовать, то с маленьким козерогом эта тактика просто недопустима. Потому что гадскому утенку еще предстоит путь в лебеде. И иное дело продемонстрировать ваше собственное уважение к заслуженному человеку. Демонстративно уважайте старость, не стесняйтесь упоминать регалии, начиная со стипетра, короны, а также должности, свидетельства, почеки, награды. Вообще с появлением козерога в семье следует обогатить свою библиотеку серией ЖЗЛ. Помните, жизнь замечательных людей выпускалась? Ну и читать, разумеется. Мы, конечно, забыли о существовании самого могущественного средства воспитания, семейного чтения. Тем более сейчас книг крайне редко встретишь в семьях, но есть интернет, и нужно научить ребенка в нем ориентироваться. И извлекать нужную информацию. Очень важно маленького козерожка научить чувствовать время и пространство. Была такая игра, жмурки, то есть когда с завязанными глазами ребенок ловил других детей, то есть это вот помогало ориентироваться в пространстве. Не нажимая на соревновательные составляющие, предложите маленькому козерожку определить размер предмета. Рулетка должна присутствовать в составе его первоскепенных инструментов. У него должны быть часы, калькулятор, ежедневник, великолепная игра, засекай время. В самом деле, вот сколько будет на часах, когда мы заберемся до метро. И, наконец, основа основ – это план. Тут, господа родители, через «не хочу», через «ваши не хочу», конечно. План на год, на месяц, на день, вечером уточняем дела на следующий день. И написание плана, оно должно быть превращено просто в ритуал. Темы кардинального креста – это ключевые темы в жизни козерога. Список главных медитаций – это семья и ее значения, нация как большая семья, с чего начинается родина, дом, род, семейное древо, гордость для предков, сундуки, фотографии, награды, личность, достоинство, призвание, судьба, самореализация, карьера. А что такое ответственность, долг, что это, кому, перед кем, зачем? Что такое честь? Для справки честолюбия – это термин положительный, не надо его стесняться. И, наконец, его величество – закон. Что есть закон, откуда он берется, кто возглавляет общественный договор, и что такое нравственность. Вспомним Канта. Две вещи наполняют душу благоговением. Звездное небо над за мной и нравственный закон во мне. Откуда в каждом из нас твердое понимание морали. Как раз этим ведает козерог. И, наконец, коль у нас столь наведательный разговор получается, следует вспомнить о том, что у маленького козерога наиболее уевремский лес. Зоной особого внимания должны быть зубы, локти и колени. Ни малейшего пренебрежения к травмам, никакого до свадьбы доживет, реагировать нужно незамедлительно. Мужчина-козерог. Иногда может возникать ощущение, что природа сэкономила, отпуская материалы на строительство козерога. Характером скромен, волосом небогат. А вот что касательно голоса, тут и волосы порой приходится прислушиваться. Колени торчат, локти выпирают, про зубы вообще промолчу. Но у козерогов зато практически не бывает лысины, то есть сколько волос было в юности, столько и старости остается. Возраст не портит козерогов, это давно замечено. Что колени досаждают, так еще в самом образе знака присутствует. У стрельца тазобедренный сустав, у рыб ступни, у козерога колени. Знак козерог ответственен за скелет. У козерогов внутренний строй, как в алмазе, каждая там на своем месте, отсюда и неимоверная стойкость и силы решений козерогов. В этом причина непостижимой ясности и целостности ума. И в отношении ума прекрасный пример – это Исаак Ньютон. А если говорить о системе в литературе, то имена Джона Толкина, Айзека Азимова могут сказать очень многое. Оба они создали мировоззрение, за их произведениями целые миры, со своей логикой, с законами. Да, козероги внешности не Рэмбо, но это демонстрация того, как именно внутренняя сила определяет искусств любых событий. Помните героев, актеров, козерогов Мэла Гибсона, Николаса Кейджа, Константина Хабенского, Сергея Бодрова. Куда же следует отнести качество характера, который воспевал козерог Джон Лондон, Джек Лондон, извините. Он не говорил о кулаках, о бисквицах, о внешнем шарме. Нет, он говорил о силе человеческого духа и верности идеи. В музыке суть козерога – это хрустальные построения Райма де Пауза. А вообще, если разговор зайдет о политике, этом истинном царстве козерогов, то имени Мао Цзэдуна вполне достаточно. Китай – первая экономика мира. Ну а чтобы список сказал по завершенным, я напомню еще одно имя, ставшее легендой при жизни, и сутатой после смерти. Аль Капоне. Тоже целый мир, системный, устойчивый. Так что в следующий раз разговаривая с козерогами, помните. Это властители, проявленные вселенной. Они не станут тратить время и силы на эффекты, зато результаты в деятельности будут настолько эффективны, что превзойдут все ожидания. Союз с мужчиной-козерогом – один из самых устойчивых. Алмаз – камень долгаречный. Женщины-козерог – у них ключевое слово – видящество. Чем очаровала мир Татьяна, вне всякого сомнения, женщины-козерог с поэми Кузькина? Помните, ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла бы она отчей. На вопрос можно ответить сразу. Душевная тонкость, удивительная высота идеалов и помыслов, которые проглядывают во внешних чертах, в конституции, в поведении, характере, привычках. Девочка-козерог нескладна. Как правило, ножки-спички, зубки обгоняя друг друга, растут не в попад, что локти, что колени, на вырос, не дать не сядь, как гадский утенок. Но наступает время, когда, хотя это и приходит с запозданием, когда все с удивлением обнаруживают, что рядом с ними прекрасный лебедь. Как жена, женщина-козерог – идеальный партнер и союзница своего мужа. Ключевые слова для женщины-козерога – это честь и верность. Кто сделал свой выбор и соединил судьбой женщины-козерога предупреждение. Она помнит все слова, которые хоть одна в жизни услышала от вас, свой адрес, и никогда не просит вам ни единого слова упрека. Чтобы потом не было мучительно больно, обязательно следите за тем, что говорите в соответствии своей высокой роли. Я тут вам не отстал. Спасибо большое, Тамара. Да, каждый раз прям просветление наступает после того, как послушаем вас. Да, давайте секундочку, уделим немножко внимания тому, что написали наши участники. Значит, вот Егор говорит, что если с Бодолея ретро-Сатурн у человека с детства будет ощущение, что его свобода ограничена. Ну, Егор, я думаю, что это не только в этом может быть причина. Возможно, должны быть еще какие-то дополнительные указания. Но вполне соглашусь, что, возможно, вы правы отчасти. Кинг говорит, что что не любят козероги, что ляпнуть, чтобы их не обидеть, что не стоит ляпать, чтобы их не обидеть. Знаете, я думаю, что козерог не любит, когда вы разглагольствуете не по делу, когда много пишете, достаете его со всякими ненужными вещами, которые совершенно не относятся к тому, ну, конкретики. С козерогом надо разговаривать и общаться конкретно. И если у вас есть какие-то к нему вопросы, он с удовольствием на них ответит, если вы четко их озвучите. Если вы будете распыляться и пытаться, ну, много-много болтать с ним, вряд ли он воспримет это, ну, как что-то действительно стоящее. Особенно козероги любят качество. Козерог – это тот знак, который купит одну дорогую вещь, он будет на нее долго, может быть, копить даже, он купит одну дорогую вещь вместо десятка дешевых. Он не будет хватать все подряд. Козерог очень сильный в этом плане такой товарищ, ну, на качество, как бы скажем так. Вот. Полина говорит со стелемом в козероге, что мама говорила, что я была идеальным ребенком. Я хочу подтвердить, Полина тоже со стелемом в козероге, как и многие мои ровесники, в принципе, ну, наше поколение, такого, что у нас там Сатурн, Уран попал, Нептун и еще какие-то планеты могли туда забежать параллельно. Поэтому, конечно, да, у меня мама тоже говорила, что я очень была тихим, спокойным ребенком. А Тамара как раз рассказывала, что действительно ее дети тоже никогда не устраивали истерик, были очень адекватные. Козерогов очень легко и просто воспитать действительно в аскетичной, такой строгой, хорошей манере с уважением к старшим. Это правда работает. Шуток, да, не понимают, потому что не понимают, зачем, в принципе, шутить, если можно поговорить по делу. Опять же, кинг. Даша говорит, что у подруги сын-козерог, взгляд серьезнейший у малыша. Значит, у Ксения говорит, что у моего ребенка асцендент в козероге, ему 9 месяцев, ощущение, что взрослый в детском теле. Это очень часто встречается. Действительно так, асцендентные козероги, они с годами выглядят только лучше. Да, более приятно, интересно. Вообще, асцендентных козерогов очень часто беспокоят, что они выглядят, ну, скажем, не солидно. То есть иногда асцендентные козероги слишком молодо выглядят, бывает такое. Ну, у меня есть такие экземпляры, и они переживают, что я не достаточно солиден, не достаточно взрослый выгляжу для других людей. И поэтому они там, например, если мужчина отращит, могут отрастить бороду, особенно если Марс в первом доме, женщины будут одеваться более строго и солидно, чтобы стараться выглядеть более презентабельно. Вот это тоже тема козерога. Катя говорит, что умение добиваться целей у них, конечно, поучиться стоит. Причем способы самые разные, свое возьмут. Не всегда это размеренный план на 10 лет, могут так быстро все повернуть, что и не заметишь. Действительно, ведь это кардинальный знак. Они могут долго-долго готовиться к какой-то цели, но достаточно быстро преодолеть этот промежуток. Так что, если вы еще не начали писать книгу с Сатурном в третьем доме, вы можете начать до 30 лет за хотя бы за полгода, и вы ее напишите. Главное поставить себе цель. Дарина говорит, что, кстати, всегда удивлял друг козерог, как трепетно он относится к бабушкам и дедушкам, в то время, как я в них видела ворчащих, недовольных старушек. Он к ним относился весьма почтительно. Кстати, мне кажется, что во многом козероги себя начинают чувствовать после возвращения Сатурна. Это действительно так. Подруга козерог и друг козерог оба впустую тратят время. Увы, алкоголь, жизни и тусовки. У отчима так же. А после 40 внезапно карьера ползет вверх. Стал начальником цеха известнейшего в Питере завода. Да, для козерога это обычная ситуация, когда стеленный козерог, они очень довольно поздно реализуются. Но, знаете, я знаю даже тех же топ-моделей, которые в 60 стали топ-моделями. Ну, это я беру самую такую молодящуюся профессию, да. И действительно, сильные козероги, они вот в более позднем возрасте имеют свои огромные плюсы. Что еще, друзья, нам говорят? Вот Егор спрашивает, хотел спросить, а когда рассчитываем стихи в гороскопе, учитываем ли куспиды домов в знаках или планеты в домах? Особенно планеты в домах. Егор, у нас такая система просто в школе, это немножко такая моя тема, да, любимая. Вот, хочу сказать, что мы используем просто 10 планет, как в Z-те расчет. И если у вас какая-то стихия отсутствует вообще, то есть там 0, как пишет тот же Z по статистике, там нет вообще планет, 10, да, наших, которые мы используем, то вы можете использовать куспиды, чтобы компенсировать стихию недостающую, вы можете использовать куспиды домов вот в этом стихии недостающей, и воссоздавать эти обстоятельства. Например, у меня подруга, у которой вообще нет огня. У нее куспид пятого дома в Вовне. Она, чтобы почувствовать себя более уверенно, активно и так жизнерадостно, то есть вот эти темы огня, да, она спит с молодыми любовниками и подзаряжается от них огнем, скажем так. Вот так она воссоздает куспиду пятого дома. Также у нее дочка огненного знака зодиака. Мария говорит, что моя начальница козерог говорит, что ты читай лучше, а мне проще спросить, если я чего-то не знаю, так же быстрее. Действительно, козероги очень часто считают стелемные козероги. У них ощущение, что они уже много знают. Они как будто родились с этим знанием, ощущением, что слишком... Они даже с трудом вот идут куда-то учиться, к наставникам, потому что вот это ощущение их не покидает. Меньше читают, чем другие люди, кстати, стелемные козероги, потому что вот у них вот есть вот это вот чувство, что я и так вроде это уже знаю, но что нового я там подчеркну. Но по факту все-таки я рекомендую все равно. Как только чего-то прочтут, у них сразу куча-куча интересных, интересной информации идет, какие-то инсайты. Так, и также конспектация для козерогов очень важна, как для любого земного знака. Ксения говорит, что у нее в юности была подруга козерог. Один день разница между нами. Идем в магазин за косметикой, я куплю одну дорогую помаду, она 10 дешевых. Вот это какой-то странный козерог, да? Ну, то есть она так пыталась, наверное, экономить. Настя говорит, что нарушения корпоративной этики не любит. Это действительно субординация важна козерогам не меньше, чем девам. Это правда. Да, и вот Мария жалуется, что начальница у нее не самый лучший вот в плане козерог, не самая лучшая начальница, хотя козерог козероги вообще хорошие управленцы. Но вот так вот. Интересно, что козероги... Хочу от себя добавить, что... Вот я помню эту супер-тему на Акулосе. Ребят, найдите. Это серьезно очень крутая тема на Акулосе, кто читает этот форум. Для меня этот форум стал альмаматор. Это действительно были мои первые учителя, те, кто там... Вот как раз с Тамарой мы познакомились именно там, читал все ее посты, не только ее. Там очень много интересных и замечательных астрологов, профессиональных. Читайте этот форум. Я хочу сказать, что там была вот эта супер-тема, которую Тамара озвучила, что Сатурн в центре цепочки диспозиций, Сатурн в центре формулы души, если говорить по астрогору. Так вот, это можно легко посмотреть в ЗЭТе, если он у вас скачан. Просто посмотрите, включите цепочку диспозиций, и то, на что будут выходить все ваши планеты, это действительно вот и есть Сатурн. И действительно, да, Ксения, тяжело там ориентироваться, там на акулсы, да, там можно зачитаться, очень много информации полезной. И вот что хочу сказать, что вот эта тема, она помогла понять себя мне, очень сильно ее Тамара развила как раз таки про то, что чувство времени. Сатурнянец чувствует время, он чувствует, как оно сильно утекает сквозь пальцы, и как нужно, как важно это время контролировать, вот этот тайм-менеджмент. Так что да, ребята, из всех мастодонтов астрологии это самый-самый лучший форум, надо сказать, и на него стоит ориентироваться по качеству и по всем остальным параметрам. Конечно, там бывают свои нюансы, но в любом обществе, в любой компании, в любом там найдутся какие-нибудь тролли неприятные, не обращайте на это внимание, ищите то, что вам нужно, и все будет прекрасно. Да, действительно, кстати, на тему еще Козерога хочу сказать, что вот Моника Белуччи, да, казалось бы, Венера в Козероге, по классике там, а, Венера в Козероге, вы быстро постареете, кто-то говорит, еще какой-то бред. Друзья, когда Венера в Козероге, наоборот, это залог того, что вы очень долго будете оставаться молодой, потому что Сатурн, он как консервирует, он как будто останавливает время. Вот Венера в Козероге, она очень долго-долго, красиво стареет. Вот Моника Белуччи хороший пример. Ну, это такой общий символизм. Ну, и асцендентный Козерог тоже к этому склонен. Как будто он сохраняет красоту, вот сохранение красоты, так сказать. Так что вот, и также хочу сказать, что да, друзья, используйте свое время с пользой. Вот это самое главное для Козерога, стать профессионалом и использовать свое время с пользой. А теперь мы перейдем к следующему знаку Зодиака. Надеюсь, вам была полезна тема Козерога, и вы что-то для себя выяснили. И мы откроем следующий аспект, это Водолей. Водолей – знак астрологии. Самый человеческий знак из всего Зодиака. Единственный человек. Человеколюб, огромный, толераст, просто прям супер толераст, я это так и называю, ну простите. Это просто такая фраза, ну толерантин ко всему, демократия, полное человеколюбие, дикое. Я обожаю этот знак, у меня куча друзей этого знака, так что да. Деву мы друзья, Деву я тоже очень люблю, потому что они меня все окружают, да. Вот Дева и Водолей, пожалуй, два моих самых любимых знака. И поэтому, ну конечно нельзя тогда говорить, что есть любимые знаки у астрологов, никогда так не говорится, вас сочтут за непрофессионала. Астролог должен любить все знаки, как как раз Водолей, потому что он понимает и осознает силу каждого человека. Он может с высоты птичьего полета посмотреть на каждую позицию, на любой взгляд. Если можно, Тамара, позвольте я начну эту тему с Ярослава, он тоже с рыб, тогда начнем с вас. Вот, и Ярослав, пожалуйста, расскажи, что ты думаешь о Водолее. Ну, насчет Водолея, да. Действительно, Кадя, ты очень верно отметила, то, что вот он может с высоты птичьего полета рассмотреть, но опять-таки это очень много зависит именно от степени проработки самого Водолея, да. Как уже несколько, ну много раз упоминалось, есть как низкие, так и высшие степени проработки. То есть, если, например, взять Водолея самого низкого уровня, это типичный такой анархист, независимый человек, который полностью срывает все шаблоны, никому не подчиняется, полный антипод Козерога, несмотря на то, что многие считаются управителем Водолея, а не то Сатурн, да. Кроме этого, такие Водолеи обычно, скажем так, безответственны зачастую, не пунктуальны, им все равно на любые условности, им не важны чьи-то мнения, им не важны даже авторитеты, они много срывают. То есть, тут очень такая двойственная тема, когда Водолея можно считать действительно таким толерантным человеколюбивым знаком, а с другой стороны, можно его воспринимать как такого очень эгоистичного, думающего, скажем так, о том, как удивлять других людей, вместо того, чтобы думать об их будущем, об их спокойствии и тому подобное. Тут такая двойственная позиция относительно Водолея, да. Ну, а в целом, качество Водолея очень интересно тем, что это действительно очень независимый человек, очень свободолюбивый человек. Это человек, который противостоит, скажем так, качествам льва, да. То есть, он не требует общества, он не так требует общественного признания, ему не столь необходимы такие, какие-то регалии, он не поклонник каких-либо паттернов, шаблонов. То есть, если его сравнить с кем-либо, он скорее будет недоволен, чем радоваться тем, что его сравнили. Кроме этого, Водолеи, они очень эксцентричные люди. То есть, зачастую, типаж таких людей воспринимают как каких-то непонятных. Многих на учебниках вы читали, что Водолеев можно охарактеризовать как пришельцев другой планеты. Ну, в принципе, да, возможно. Считается, что Водолеи обгоняют свое будущее, как Уран, который является с таким прогностением, очень неординарным, очень труднопрогнозируемым планетой, которую очень тяжело предположить и узнать, что будет от нее в будущем. То же самое от Водолеев. Многие не знают, чего ожидать от них. Многие не знают, какие, насколько у них непонятны качества. Казалось бы, фиксированный знак, который гарантирует то, что Водолей, у него есть качества, которые, скажем так, постоянные, на самом деле они зачастую колеблются. В один день он может говорить одно, а в другой день он может принять совсем другую позицию. То есть, как весы, да, допустим, как знак весов другой воздушный, которые колеблются. Один день они одни, другой день они другие. Поэтому тут очень, так, Водолей специфичный. Несмотря вот на свою фиксированность, управитель Уран берет свое. В целом, вот так вот, если рассмотреть Водолея, это очень, можно назвать, действительно положительным знаком, потому что на высшей степени проработки это действительно толерантный, духовный человек. У него нет расизма, у него нет нацизма. Он противник каких-либо шаблонов в плане, допустим, цвета кожи, мировоззрения, идеологии. То есть, такой знак зодиака и вообще знак Водолея очень силен сам по себе. И в этом его преимущества и плюсы. То есть, допустим, в то время, как другой будет концентрироваться на каких-либо предрассудках, шаблонах, стереотипах или паттернах, Водолей их разобьет пух и прах или вообще не обратит на них внимания. Ему, он не позиционирует чужое мнение как первоисточник, как истину или еще как что-то. Водолею необходимо, видимо, как совправителю Сатурну, да, Водолея. Ему необходимы факты, ну, необходимы четкости, ну, необходимы сведения. Он чем-то похож в какой-то степени на своего соседнего знака Козерога, да, который тоже требует всех вот этих сведений, четкости, понятий. Но это еще зависит, конечно, от того, как именно у вас стоит управитель Водолея Уран. То есть, если он у вас, допустим, в соединении с Сатурном, то логично, что вы это будете требовать еще сильнее, чем любой другой Водолей. В целом, Водолея, в литературе можно найти такие двойственные показания. С одной стороны, его характеризуют как такого дружелюбного, весьма общительного человека, социально настроенного, вот Катя Кака сказала, человеколюбивый знак, да. Но, тем не менее, в другой литературе можно встретить обратное описание. Холодный, сдержанный, спокойный, в силу воздушной стихии менее чувствительный. Человек, который зачастую разбрасывает свои интересы, да, как воздушный знак, несмотря на фиксированность. Поэтому Водолей знак такой двоякий, наверное, один из самых таких сложных двояких знаков у всех. То есть, в одних источниках мы видим одно, в другую другое. Ну, в принципе, как и планета Уран, да, ее нельзя назвать положительной, ее нельзя назвать негативной. Она может дать как подарки, так и вред. Поэтому, очень специфическая такая тема, очень сложная, касательно Водолея. Ну, если пройтись по куспидам, да, допустим, первый дом под Водолеем. Это человеку очень неординарный. Его внешность может быть совсем не похожа на других. Он может быть склонным к экспериментам в своей внешности. Допустим, либо одеваться по-другому, либо татуировки, либо какая тема, связанная с вообще отделением от других, и выделением своей оригинальности, уникальности. В принципе, скажем так, вот Тамара часто затрагивала тему детей Водолеев, да, хочется отметить, что тут сложный нюанс. С одной стороны, если воспитывать Водолея в рамках того, что он оригинальный, уникальный, неординарий, необычный, в общем, все эти термины, которые употребляются в качестве подчеркивания ребенка, как такого хорошего, умного, уникального, да, это прекрасно, тем более Водолеи, солнце изгоняется, то получается, что в таком случае мы подчеркиваем эти качества, даем ему какую-то такую силу, даем ему изначальный толчок для того, чтобы его солнце не было настолько, скажем так, ущербно, да, но с другой стороны, давая понять Водолею такие качества, можно воспитать из него очень эгоистичный, не то, что эгоистичного человека, а очень эксцентричного, которого цель будет доказать всем и вся, что вот я такой, вот я уникальный, а вы все другие. То есть, он будет пытаться найти какую-то другую тенденцию, другую моду, другое течение, которое будет его выделять от других. И в этом его, на мой взгляд, серьезная ошибка. Необходимо не искать какую-либо моду, какие-либо другие тенденции, какие-либо другие отделения. Необходимо понимать, что уникальность человека заключается в нем самом, в его духовных, его каких-то мировоззрениях, в его личных взглядах, а не в том, как он одет, не в том, как он там, внешне выглядит, не в том, как он позиционирует себя в карьере или еще в чем-либо. Необходимо позиционировать себя именно на уровне более высшем, на уровне мысли, на уровне мировоззрения, идеологии, чего-либо. В частности, водолеи, если взять, например, Куспид 9 дома, это либо такие тоже крайности, либо атеисты, либо сильно верующие, но с другой стороны, сама золотая середина, скажем так, водолеев, которые характерно развинутым, они стремятся либо охватить сразу много религий и думать, что вот все едино, либо же они стремятся вообще противостоять религии, как таковую, считать ее рычагом управления. Но в целом, тут опять-таки, это зависит от их уровня развития. То есть, есть атеисты, которые, я не считаю их низким уровнем развития, я просто считаю, что они не верят ни во что, им нужны доказательства, и у них своя идеология. Есть, допустим, те, кто верят в то, что все религии, по сути, ведут к одному, к первоисточнику, и от него уже и делают выводы. К тому же, такие люди с Куспидом 9 дома, водолеи, они скорее толерантны к чужим мировоззрениям, они толерантны к религии, к чужим странам, у них нет стремления доказать, что чья-то страна хуже, чья-то лучше. Хотя стоит отметить, что, допустим, при активном 9 доме и Куспиде водолеи, то можно сказать, что это один из показателей на возможное желание переехать из своей страны, на возможное желание жить в другом месте. Ну и в целом, это отвечает за склонность к путешествиям, странствиям и тому подобное. Если взять Куспид 10 дома водолеи, это тоже очень хорошее такое положение, но тяжелое в нашей стране, в наших условиях СНГ пространство. Когда у нас требуется подчиненность, у нас требуется координация, у нас требуется структурность, от нас требует по сути качество козерога, который зачастую водолею противоречил. Более того, зачастую руководители это как раз львы или те же козероги, которые предпочитают показывать и давить своим солнцем, давить своим я, давить своими позициями и тому подобное. Поэтому водолеям, с куспидом 10-го дома, крайне тяжело быть в условиях тогда, когда они кому-то подчиняются. Им не подходит рутинная работа, им не подходит работа, которая связана с какими-то обычной, стандартной монотонностью, когда требуется выполнять одни и те же действия, когда требуется подчиняться, где нельзя выражать свою оригинальность, уникальность, то есть нельзя показать свои какие-то нестандартные взгляды, мнения и тому подобное. Поэтому водолеям сложно в этом плане в работе именно под подчинением. И зачастую мы видим водолеев, это астрологи, фрилансеры, всякие коучеры, в общем, любые профессии, которые мало связаны с подчинением кому-либо. Это те люди, которые работают сами на себя, это поклонники собственной реализации и независимости от кого-либо. Такие люди отличаются двумя степенями, двумя такими различиями. Либо водолеи очень ответственные по соуправителю, да, то есть они прежде чем соуправителями Сатурна, то есть они предпочитают так же долго изучать как козерог, долго брать на себя ответственность и тому подобное. Либо же они наоборот более такие мягкие, дружелюбные, которые более склонны к юмору, которые оптимистичны, и так дружелюбно настроены и тому подобное. То есть есть разные степени градации и вот эта разница, когда говорят одни, что вот дружелюбный, хороший, добрый, особенно это заметно, когда люди говорят про 11 дом, да, символический управитель 11 дома это водолей и поэтому многие считают, что вот водолей это обязательно дружественные, такие дружелюбные самые люди, которые светлые, пушистые, добрые и тому подобное. Ну, честно говоря, это очень наивно так считать, потому что очень многое зависит от целого натальной карты, всех показателей и тому подобное. Поэтому я бы не стал вам рекомендовать вот так вот сразу приписывать таким компанейским ребятам, которые все стремятся, все со всеми друзьями, человеколюбиями и тому подобное. Ну, если взять, допустим, водолея, вот тоже, в Куспи, третьего дома водолей, да, очень интересный момент, но опять-таки тяжелый, как и Куспи, десятого дома водолей. В обучении в школе будут трудности. Это требуется либо какое-либо неординарное обучение, то есть, либо какая-то специализированная школа, либо требуется обучение, даже возможно на дому, потому что такой водолей будет всегда спрашивать, почему так, почему не так, всегда спорить с учителем, вступать в какие-то дискуссии, ему интересны факты, ему интересны мнения, разные стороны. Если человек пропагандирует какую-то одну систему, одну цель, то у водолеев будут возникать вопросы, почему именно так, а не иначе. Зачастую ответы учителя носят, ну, либо сложный, либо другой характер, по крайней мере, как замечала Тамара, с нашей системой обучения это действительно крайне сложное положение. С другой стороны, если взять водолеев как учителей, именно не учеников, а учителей, это можно отметить очень хорошим, таким мощным положением, почему? Потому что водолеи сами по себе обучившись и набравшись опыта, набравшись каких-либо знаний, набравшись всего, они способны дать ученикам свои знания, свой опыт в разных плоскостях. То есть они не показывают, что вот есть одна система, вам нужно строго ее придерживаться, и вы только так делаете, и все будет хорошо. Они показывают разные области, они показывают разные направления, разные специальности. И уже в зависимости от вас, от вашего, скажем так, ну, если говорить астрологию, натального потенциала, вы выберете ту, которая вам ближе. Такой учитель очень, как бы правильно сказать, очень гуманистичен. Он способен показать разные способы поведения, он способен показать разные степени обучаемости. Он не обязательно будет подавлять, да, допустим. Если взять козерога, такой учитель будет людей, скажем так, жестко, структурно ставить на место, пытаться их, показать им ответственность, возможно, в будущем и тому подобное. В то время как водолей может использовать свой юмор, такой оптимизм и попытаться зарядить его. То есть, в принципе, даже двоечники зачастую под управителем, скажем так, под преподавателем водолеем начинают проявлять заинтересованность предмета и показывать хороший результат. Это учителя очень качественные, очень хорошие, но, к сожалению, в плане обучаемости, по крайней мере, в школе им не сильно везет. Если же взять, допустим, такой, возьмем, седьмой дом, да, очень актуальная тема для девушек, особенно, когда у них успеет седьмого дома водолеи, они думают о том, что делать, как искать партнера, вот это кошмар, он наверняка будет непостоянным, он наверняка, хотя знак фиксирован, он наверняка будет непостоянным, как уран, он наверняка будет с разных отношениях, стремится к свободе, зачастую такой знак вообще воспринимает, как брак, как узы, аковы, это штамп на паспорте, условности, зачем все это нужно и тому подобное. И такие девушки просто не знают, что делать с таким куспидом и думают, как с этим жить и как с этим бороться. Ну, бороться на самом деле не нужно, нужно просто понять, что есть разные этажи, вот, как Катя замечала, что в следующей, насколько я понял, выпуске, будет разные показывать этажи домов, да, то есть на низком уровне вы привлечете, ну, не вы, а если вы партнера ищите, то вы можете попасть на низкого уровня партнера водолея, да, то есть он будет воспринимать брак действительно как условность, как штамп, он будет стремиться от него избавиться всеми способами, отстраняться, рассказывать, что это не нужно, узы, оковы и все такое. Но на самом деле, но на самом деле, если же он более высокого уровня, он будет понимать, что это действительно нужно, возможно, если он действительно любит партнера, то стоит задуматься, что возможно действительно для партнера это важно и стоит это сделать. Более того, на высоком уровне, ну, я не говорю, что высокий уровень, это обязательно лучше или хуже, я просто рассказываю про разные такие этажи, да, седьмого дома. Другой же этаж седьмого дома, допустим, это программисты, это всякие фривансеры, даже взять тех же наших, взять нас, да, астрологов. Это все уже другой этаж, другой этаж седьмого дома и по нему мы можем попытаться уже выйти на партнеров, которые будут более лобильны, более лояльны, они от вас вряд ли уйдут, вряд ли сбегут из-под венца и тому подобное. Поэтому с такими людьми, скажем, уже отношения строить проще и легче. То есть, если вы видите, какие вы видите куспи седьмого дома, водолей, это не повод паниковать, не повод опасаться, а повод задуматься о том, какого именно партнера вам стоит искать, какой типаж больше подходит. Ну, естественно, если брать какие-то рекомендации, то тут часто в чате спрашивали, что именно не нужно говорить, водолей и тому подобное. Но это типичная тема, ты должен, ты обязан, тебе необходимо и все такое. То есть, все вот эти фразы, которые принуждают водолей, ограничивают его свободу, и тому подобное, ему будет не нравиться. Вам просто требуется довольно мягко, или даже не мягко, возможно, рассудительно, с позиции нечувств, а каких-то рациональных, да, таких доказательств, объяснить ему. Вот посмотри, в чем разница тут, вот в чем разница тут. Например, опять-таки, вот тема брака, да, смотри, если мы с тобой не женаты, то когда я попаду в больницу, тебя даже не пустят ко мне. И тут уже водолея заставят задуматься, это действительно так, это действительно серьезно, дело непросто. Ну и, соответственно, уже лучше. Ну и более того, с водолеем в отношениях, вам стоит понимать, что с ним всегда необычно, с ним всегда странно, он может себя вести очень неординарно, это человек такой, который зачастую, ну, действительно, как-то не тянет, который воспринимается, вот, допустим, он может один день выглядеть совсем по-другому, другой день тоже по-другому, очень специфично. То есть, если брать отношения с водолеем, то тут тяжело и непросто, и действительно нелегко, но я думаю, что при вашей уверенности, при вашей такой направленности, сфокусированности, то вы всего добьетесь, и все будет хорошо. И тут еще был один вопрос, вы как будто про себя рассказываете. Ну, открою, скажу честно, возможно, я так сильно подробно углубился в этот знак, и вообще детально рассказываю, потому что у меня действительно солнце водолей, кроме этого, там еще и Венера водолей, и Меркурий водолей, то есть, по сути, почти стеллиум, который свидетельствует о том, что эти качества мне очень близко знакомы, и, соответственно, мне про них легче рассказать, легче понять, но, надеюсь, и вам это было интересно. У меня все. Спасибо большое, Ярослав, действительно интересно, многие важные темы затронул. Я хочу сказать, что, да, действительно, водолей знак независимый, очень свободолюбивый, как птичка, которую не стоит держать в клетке, а человек свободой воли награжден, и потому водолей не терпит угнетение свободы воли, как самый человеческий знак. Я бы хотела еще дополнить про водолея, ответить пока быстренько на вопросы, прежде чем мы перейдем к Тамаре. Вот, значит, Руслан спрашивал про то, считаю ли я водолея экзальтации Меркурия. Это очень интересный вопрос, потому что многие астрологи действительно водолея считают экзальтацией Меркурия, но даже мой наставник так считает, он считает, что Меркурий падает в Ольве, что Лев – это самый тупой знак в плане Меркурия, при этом Меркурий у него у самого в Ольве. Вот это забавно, парадокс, самокритичность такая хорошая, но я не согласна с ним. Я считаю, что Меркурий в Ольве очень даже талантлив, часто Меркурий в Ольве высвечивает огромное количество талантов, умудряется понять и сложное, и простое передать, сложное простым языком, и проконсультировать, и преподавать. У него все это прекрасно получается, поэтому сказать, что Меркурий в Ольве, он обязательно тупой, он субъективный может быть, у него может быть четкая система ценностей выработана, но то, что он тупой, никогда я с этим не согласна. И, опять же, ориентируюсь на своего наставника, скажем так, А вот Меркурий в Ольве считается экзальтацией, почему? Потому что Меркурий – это одна из самых рациональнейших планет, а человек – это существо разумное, рациональное, и поэтому, а Водолей – это знак человека, и поэтому считается, что Меркурий в Ольве, да, экзальтирует. Но и считается, что вот у Меркурия в Ольве там самый красивый голос, потому что человеческий голос наиболее такой, да, адекватный для нашего восприятия, как людей. Считается, что Меркурий в Ольве самый разумный. Вы знаете, я, это очень спорно, я вполне допускаю, что действительно Меркурий в Ольве, он сильный. Но не только этим. Я встречала и совершенно, скажем так, молчаливых, спокойных, и никак себя не проявляющих Меркуриев в Ольве, которые не особо себя реализовывали, скажем так. Но то, что у многих ученых, изобретателей, он действительно присутствует, это правда, потому что Водолей, он экспериментатор, он очень любит, ну, это изобретательский знак. Ну, кстати, Эйнштейн, я не помню, что у него в гороскопе, у него больше овна и тельца, как у первооткрывателя, да, новатора такого. Но у него тоже, по-моему, что-то есть уроническое очень сильно, поэтому надо сказать, да, и возвращаясь к чату, хочется еще кое-что прочитать. Так, так, значит, вот, скажите, пожалуйста, если Куспит 12-го рыбах, но у него полностью включен Овин, можно учитывать Марс, как соуправитель 12-го дома, или же не надо? Я считаю, что стоит учитывать, если включен Овин в дом полностью, то стоит учитывать, как соуправитель Марс, да. Водолей нетерпимы к критике, ну, знаете, это качество вообще львиное, но я бы сказала, что да, это вообще вот ось лев-водолей, да, они оба же за популярность. Вот самое интересное, что 11-й дом, это тема масштаба популярности очень огромная, более огромная, чем, скажем, 5-й дом. 5-й дом, это какие-то маленькие подарочки, халявка, а 11-й дом, это огромная, крутая халява, которая уже требует ответственности, типа подарка, типа яхт, ну, вот так вот считается по классике. Взрыв контекста, скажем так. Значит, Мария говорит, что у нее была подруга, которая все время делала что-то необычное, своим козерожьим меркам изучала 7 или 8 языков, мне вообще была непонятная ее мотивация к этому, а водолея можно не попытаться понять их мотивацией, он просто, действительно, вот Егор говорит, что он согласен с Ярославом, что водолею стоит найти свою оригинальность в себе в первую очередь, да, это знак эпатажа, он, на самом деле, вот лев что-то, да, Овин открыл, лев усовершенствовал, пытается это как-то донести простым людям и сложные вещи какие-то простым языком и так далее, и вот водолей, он уже, он уже как-то вот напротив льва, он пытается это все еще круче усовершенствовать, то, что там лев проделал работу, вот это вот наработал какие-то ценности, и водолей прямо из этого пытается сделать супер какую-то систему, и у него это неплохо получается, надо сказать, вот, так что, да, действительно, он прям вот очень-очень интересно проработал, я, кстати, хочу добавить про Венеру, водолей еще кое-что, что эти люди очень сильно, это не знаю, вот кто-то сказал, что водолеи, они не постоянные, я с этим не могу согласиться, водолеи очень даже постоянные, как и козероги, они проверяют партнера временем, то есть, если они уверены в партнере, ну, например, они очень часто женятся на своих одноклассниках, или на каких-нибудь людях, которых они знают сотню лет, то есть, вот они с детства с ними, даже не обязательно в статусе там любовника, а просто друзьями были, и вот они потом женятся, ну, не обязательно женятся, даже гражданский брак для них, это очень даже актуально, вот, но вот эта вот тема времени, проверка времени, это для Венеры, водолеи тоже актуально, то есть, ей очень важно понять, что она готова взять на себя ответственность, то есть, это, она понимает слово ответственность лучше, чем любой другой знак зодиака, в принципе, как и водолей, так и козерог, Полина говорит, что помимо всего прочего, еще и семейные обязательства, там дело не в том, что водолей, а в испорченном детстве, ну, да, семейные обязательства, это как раз то, о чем мы говорим, и, ну, друзья рассуждают, так, тяжеловато вылавливать из текста, но я попробую, ну, вот, ну, так что, да, вообще, пораженный, пораженное плохое солнце, дисгармоничное, дисгармоничное огонь, он плохо относится к критике, ну, и водолей тоже плохо, я могу даже, ну, у меня Меркурий, водолей, я сужу по себе, но сказать, что, вот, однозначно, водолей, это экзальтация Меркурия, я не могу, честно вам скажу, но то, что в воздушных знаках Меркурию хорошо, это факт, это факт, потому что это его стихия, так что, вот, да, давайте теперь послушаем Тамару, прошу прощения за ожидание, Тамара, пожалуйста, расскажите нам про водолея. Я смотрю, уменьшается количество слушателей, все-таки, наверное, в восточных регионах уже поздно, и можно я займу буквально несколько секунд на объявление, 16 апреля в Екатеринбурге состоится мой семинар «Астрология индивидуальных кредитов». Если дети из Екатеринбурга еще не слышали, то про Солнц, информация в группе есть, еще одно объявление сделаем. Итак, к водолею, ну, у меня к водолею отношения тоже особые, поскольку мой папа был водолей, и знак Девы, где находится мое Солнце, он пятый знак от водолея, а это считается сложным положением для восприятия знаков. Поэтому, конечно, я не могу сказать, что я до конца понимаю этот знак, все-таки очень сложно. Если пробегусь немножечко по тексту, по положениям, которые Ярослав отметил, да, попадание куски до седьмого дома, партнерского дома в знак водолея, или попадание урана в седьмой дом партнерский, безусловно, это является осложняющим фактором для создания партнерских союзов. То есть это является одним из аспектов безбрачия, но рассуждать здесь не буду, потому что каждую карту нужно смотреть индивидуально. А если пустить десятого дома, вы знаете, что я специализирую в бизнес-астрологии, пустить десятого дома попадает в водолей, или в десятый дом попадает уран, а десятый дом у нас дом карьеры, дом профессионального роста, дом статуса, то, кроме всего прочего, такое попадание указывает на то, что вам противопоказан жесткий график, то есть работа от звонка до звонка, или какой-то упорядоченный трус, например, работа на конвейере. С таким положением десятого дома желателен свободный график работы, гибкий график работы, как минимум. Все мы знаем, что Россия находится, в общем-то, под управлением водолея. И если вы вспомните, к каким, к скольким, вернее, открытием имела отношение Россия, и кроме отношений не имела, собственно, ничего, то можно понять аналогию, что водолей действительно может что-то изобрести, может что-то открыть, но потом вот эти открытия к рукам прибирают более оборотливые люди, а водолей может остаться ни с чем, именно из-за своих особенностей. Характерно архетипическое представление о русском народе, оно отразено в сказках. Иван непременно дурак, а Емеле была выделена целая неделя, чтобы он молол, смели Емеля, твоя неделя. Однако это именно у них печь ехала сама, топор рубил дрова без пригляда, сами неслись без лошадей, а щука была говорящей. В троице воздушных знаков и интеллекта близнецы являют собой ветер порывистый, переменный. Весы подобны пастатам и бризу, а водолей это ураган. И это тоже отражено в представлениях о русском народе. Руси долго забрягают, но быстро едут. Добродушный, незлобивый, дружественный водолей в гневе страшен, как и его тотемный дверь-медведь. В истории начало любому делу непременно полагает тот или иной гений. Как правило, это водолей. На вписку несколько имен. В науке и технике Галилей, Коперник, Беткон, Дарвин, Ландау, Келдыш, Бехтерев, Эдиссон, Нобили, Браунинг, Чижевский, Котельников, Китраэн, Феррари, Майбах. В литературе и искусстве Гоффман, Викинг, Маэм, Байрон, Жульверн, Бомарше, Стендаль, Кэрол, Бернс, Крылов, Чехов, Бажов, Катаев, Пастернак. В музыке это Шуберт, Моцарт, Мендельсон, Дунаевский, Гнесин, Бабаджанян, Кельсман, Среди политиков Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, Рейган, Чушевский и, конечно же, наш незабвенный Борис Николаевич Гельсман. Военачальники Чапаев, Крунзе, Сухачевский, Ворошилов. Особым образом, конечно, нужно отметить летчиков. В гороскопах властителей воздуха не только те, чьи солнце в водолее, как, например, у нашего Валерия Чкалова, с уверенностью можно сказать, что сильный знак водолея обязателен в гороскопе любого летчика, как своеобразный пропуск в небо. Если летчик водолей не смог посадить самолет, значит, самолет посадить было нельзя. Карма водолея предполагает несколько этапов. Первый образование, необразованный водолей, это нонсенс. Второе условие реализации это аскетизм. Праздник жизни скучен для детей водолея было написано в старинной астрологической книге. Готовность следовать за своей звездой, ограничившись малым, святой долг одиннадцатого знака. Когда водолея скроется новое, это рано или поздно случится непременно, от него потребуется создать для этого нового язык. и тут потребуется вся мощь водолейского интеллекта. Помните Жуля Верна и Томаса Эдисона и тот и другой создали мощнейшие языки описания открывшихся им знаний. Этапы духовного становления водолея Ярослав описал, я вкратце, просто немножко другая символика. Первый уровень революционер бомбист. Ставрогин в Бесе Гостоевского очень хорошая иллюстрация. Второй уровень изобретатель, мы уже Эдисона упомянули. Третий уровень фантаз, абсолютный символ третьего уровня это Томас Морс и его Усокии. И наконец самый высокий уровень это пророк. Здесь всякий вспомнит Вангу и ночью будет вспомянут Григорий Раскутин тоже Водолей. Как тут не вспомнить то, что было сказано о великом российском поэте и пророке Водолее Владимире Руссоцком. Какое время на дворе, таков не все. Интересная еще особенность Водолея это изличие наблюдения, это желание сделать насильно счастливыми других людей. черта, которая тоже может быть им присутствующая. Водолей ребенок. Крепышом такого ребенка не назовешь. Более того, с младенчества в облике и в характере проглядывает некая прозрачность, так сказывается в сети воздуха. Это вовсе не означает слабости воли или характера. Напротив, упорство и самомнение станут вылезать, как иголки из головы страшилы, и будут заметны всем окружающим. Вторая несомненная черта ребенка это великолепная память и ум. Первонаперво не стоит пытаться обмануть маленького Водолея. Вы с трудом представляете возможность его интеллекта. То, что он не знает, он с легкостью находит с помощью своей интуиции. И вообще совет, разговаривайте с ним как равным. Чем раньше вы умеете выстроить именно такие отношения, тем будет лучше для всех вас. Ребенок Водолей должен быть предельно и всесторонне образован. При этом не ставится вопрос о глубине знаний и опыта. Жизнь всегда предоставит возможность углубить знания, но редко когда предоставляет их расширить. Поэтому позвольте своему ребенку читать все, что попадает в руки и опять же веяние современного времени интернет. В интернете есть все. Ваша задача это направить, верно направить и предоставить такую возможность. В профессиональном отношении природа не ограничивает водолеев ни в чем. И в этом особенность этого знака. Среди его представителей можно встретить кого угодно. Из особенностей психологии ребенка, как Россия прирастает в Сибири, так водолей прирастает одиночеством. У маленького водолейчика обязательно должен быть свой уголок. По возможности отдельная комната. Книги самые для него подходящие Майн Ритт, Александр Беляев, Джуль Верн, Алексей Толстой, Иван Ефремов, Герберт Уэлл, Аркадий Борис Стругацкий, Марк Галлай. Исконно водолейские науки образования это авиация, космонавтика, электричество, радиотехника, астрология, программирование, компьютерная деятельность. Часть тела по водолею это лодыжки. Водолей мужчина. Ощущение силы есть, а если учесть, что самомнение, амбиции, уверенность, перерастающие фанатизм у водолея бывает достаточно, то впечатление, как правило, он производит незабываемое. В компании такого не заметить бывает трудно, поскольку водолей по природе своей, по замыслу кармы, неспровергатель и вертопрах, то тактичность это не самое сильное его качество. По рассеянности водолея ходят легенды, но это, конечно, не всем свойственно, но встречаются, то он может варить в кипятке хромометры, зажав куриное яйцо в руке, то выпиливает из двери три отверстия для трех котят, то надевает разные басмаки, возвращается домой и снова надевает разные, сменив и левый, и правый. Относительно того, как у водолей семейной жизни, ну, разное, конечно, но считается, что не создан он для семейной жизни, тяжело это думать о вечном, считать звезды, проникать в тайны вселенной, попутно зарабатывая на хлеб и обустраивая быт. Не то, что водолей совсем не способен зарабатывать на хлеб, бывает иногда даже на хлеб с маслом и с утроем, но это как бы не льду с делом. Водолей женщина. Вам приходилось слышать об особой красотирности женщин? Я думаю, да. А про их характер, позволяющий войти в горящую избу и остановить коня на скаку. Образ русской, советской, может быть, женщины, красивой, воздушной, пылкой, искренней. В 30-е годы на экране воплотила любовь Орлова. Ее супруг и режиссер Григорий Александров просто гениально попал в то, что называется архетипом. Потом были экранизации русских сказок и вновь поразительное попадание в образ женщины-водолея. Настенька в сказке Морозка, сыгранная Натальей Сидых, Варвара Краса, сыгранная Татьяной Клюевой. Вспомните эту удивительную чистоту и сноглазую красоту сказочного женского образа. Вспомнили? Ну, значит, там совершенно ясно, как выглядит водолей-женщина. Ей очень трудно даются земные чувства. Это и на самом деле трудно смотреть в небо, прокладывать дорогу и в то же самое время думать о семье, детях, доме, а главное какое-то роковое несоответствие характера и внутреннего мира, предъявляемого социальным ожиданием. Попримиряйте образ Варвары Василисы Прекрасной ситуациям описанным Николаем Гоголем в вечерах на хуторе Близди Каньки. Там все весело, занятно, органично, но вот не может женщина-водолей сказать своему возлюбленному, а притортай черевички, какие царица носит, тогда выйду за тебя замуж. Поэтому и найдет женщину-водолея только тот мужчина, которому нужна именно такая берегиня и защитница, способная сказать утро вечера мудренее или эта службышка не служба, уложит мужа спать, а сама пойдет и перевернет полмира, успеет к утру садкать гобелены, остановить коня на скаку и войти в горящую лизу. С детьми у женщины-водолея тоже совершенно особое отношение. С самого рождения мать искренний друг своих детей, а в случае если ребенок девочка, то окружающие часто могут принимать мать и дочь за сестер. По водолею у меня все угодит. Спасибо большое, Тамара. Очень исчерпывающий ответ, как всегда. В принципе, мне даже и добавить нечего. Единственное, я хочу сказать, действительно, вот у меня Меркурий-водолей, я фанат Герперта Вейлса, я просто зачитываюсь его произведениями. Также хочу добавить про авиацию, не только Ураном, не только Ураном авиация сделана, скажем так, когда Херон также участвует в авиации. Это также было наблюдение замечено на Кулусе, не помню, честно скажу вам, автора, но вот такое у него было исследование, что когда Херон это такая очень автоматизм, равновесие, доведенное до автоматизма, равновесие, которое более серьезное, чем, скажем, просто равновесие и баланс по Венере. Поэтому когда Херон участвует в негативных аспектах на небе, вы можете проследить недавние катастрофы, он во всех них был в точных квадратах, оппозициях, с Юпитером, с Ураном участвовал так или иначе, или там с узлом был как-то задействован, то есть самолет нарушал, нарушалась равновесие самолета каким-то образом. И Юпитер, Юпитер тоже участвует в авиации, в карте тех, кто занимается так или иначе причастен к самолетам, будь то стюардесса или летчик, Юпитер сильно проявлен в карте, рыбы, стрелец, обычно рыбы, как такое бесконечное пространство, то есть Юпитер отвечает уже за верхние слои атмосферы, то есть до космоса еще, но все-таки да, за верхние атмосферы, поэтому Юпитер однозначно тоже участвует. И хочу сказать еще про водолеев, что это прекрасные люди, которые могут вас поддержать в любой ситуации, но также они будут смотреть достаточно справедливо, просто так поддерживать не будут, у них поддержка она осознанная, если только вы действительно правы. Вот это такие друзья, которые не будут вам льстить, они скорее всего будут говорить по факту и поддерживать тех, кто действительно этого заслуживает. Надо сказать, что люди с Луной водолеи очень часто умеют, да, во-первых, они танцуют танец фламенко в любых отношениях, то есть это парный танец, который подразумевает, единственный парный танец, подразумевающий соло, вот, то есть вроде и вместе, но по раздельности, и также они общественники, это люди-общественники, которые очень сильно заботятся не только об одном конкретном человеке, но обо всех людях. Вот у меня в доме живет управдом замечательный, который там и для родины служил, на госструктурах и так далее, она заботится обо всех жильцах, все делает для жильцов, у нее луна водолея, а про собственную дочь она забыла, то есть дочь растет без воспитания, это очень довольно, ну это не всем лунам водолея свойственно, но они больше интересуются как-то вот общечеловеческим состоянием, чем состоянием каких-то отдельных людей. Вот, кстати, тут очень много говорили про сны, хочу сказать, что за сны как раз стрелец отвечает, вот 9-й дом стрелец и рыба Нептун, поэтому вот, чтобы определить, что у вас там снится и почему это вот связано с этими домами, так что можете проанализировать. Вот Дарина пишет, что, кстати, вдогонку к козерогам и детскому здоровью отчим при рождении находился буквально между жизнью и смертью, подруга козерога с детства была слабенькой, непереносимость кальция как итог перелома в подростковом возрасте через каждые полгода. Действительно, если избыток козерога, то это не очень здорово, ну, в плане кальция и так далее, либо недостаток. Вот отдельный ком, так, что еще ребята пишут? Ну, вроде все отлично, замечательно. Так, в общем, про Водолея действительно. Егор спрашивает про символизм планет. Да, мы обязательно сделаем, Егор, про символизм планет. У нас будет также вебинар про этажи домов, но мы сегодня еще не заканчиваем. Ребята, давайте добьем последний знак. Я понимаю, сейчас все устали, но чтобы его не оставлять уже, ну, что он будет болтаться сам по себе, это рыбы. Рыбы, самый сложный. Буквально еще полчасика, потерпите, кому интересно. Это знак, который вобрал в себя мудрость всего зодиака. Поэтому, поэтому будет очень интересно поговорить насчет него. Я хочу немножко добавить от себя, потому что я солнечная рыба. Рыбы очень разные. Это вот как вода бывает абсолютно разная, да, добить рыбу действительно красивые мяча, подметила верно. Вода бывает абсолютно разная. Она бывает мутная и прозрачная, текучая и стоячая, глубокая и мелкая. Это все про рыбу. Они бывают абсолютно разных типажей и как мутабельный знак, конечно же, тоже. В первую очередь, рыбы – это вера, это вдохновение, это альтруизм, это жертва, это Иисус, который пожертвовал всем ради, там, всего человечества. Опять же, такой, да, масштаб, как бы захватывают они. И рыбы действительно, они способны как на самые ужасные, отвратительные этажи жизни, да, там, алкаши, бомжи и прочие неприятные личности, антисоциальные, наркоманы и так далее, так и на самые возвышенные духовные. Вот, и поэтому это отличает этот знак от всех остальных вот этими, вот этими совершенно контрастными уровнями. Вот, и действительно загадочный, как и все, в принципе, как и все водные знаки. Но рыба особенно, да, это самый многоэтажный знак, скажем так. Я бы хотела, чтобы начал Ярослав, вот, хотя Ярослав говорил, что вот он не сильно в рыбах, ну, как вот такой прям супер профессионал, как водолея, но все-таки, так как Тамара сейчас немножко, мне кажется, нужно отдохнуть, поэтому давайте начнем с Ярослава. Вот, и Ярослав, прошу к микрофону, расскажи, что ты думаешь про этот знак. Катя верно отметила, что мне с этим знаком довольно тяжело, и я говорил об этом ранее. Почему? Потому что действительно самые разные типажи, и тут Катя права, потому что в одной литературе мы можем прочитать про ихнюю самопожертвенность, веру, религию, склонность к идеалам и тому подобное, и действительно возвышенность и хорошее качество. А в других источниках мы можем прочитать или даже узнать, или на примерах, на практике мы можем увидеть действительно вот эти низшие этажи, да, в виде криминала, в виде наркоманов, ну, криминалы, это еще связки с Плутоном, но тем не менее, наркоманов, алкоголиков и тому подобное. поэтому при определении качеств рыб действительно тяжело угадать, что именно реализуется, даже если идут дома. Ну, в случае домарной сети, да, и куспидов рыб тут тяжело, но все-таки относительно просто можно это сделать. То есть, например, если мы возьмем тот же, ну, мы часто упоминали седьмой дом, куспид, например, с куспидом рыб в седьмом доме есть варианты опять-таки низших и высших, да, это же почти то же самое, о чем мы говорили. То есть, можно найти партнера, который будет действительно алкоголиком, наркоманом, паразитом, который будет использовать вас и выходить на этом, или же, допустим, использовать ваши деньги или еще что-либо. Также можно найти действительно духовотворенного человека, который смысл, деятельность, которая связана с творчеством, например, каким-нибудь искусством, да, те же фотографии, те же фото, те же, возможно, рисования и тому подобное. И тут необходимо суметь правильно найти партнера, а не остаться с этим. Вообще, рыбам очень свойственно, как и Юпитеру, да, почему Юпитер экзортирует в рыбах, это то, что идеализировать. То есть, зачастую рыбы склонны к идеалам. Именно поэтому и найти им партнера, допустим, тоже тяжело. Они встроят идеал большой или наоборот. Они видят партнера только плюсы, не видят недостатков, не видят никаких, каких-либо минусов. Они стремятся увидеть только позитив, только хорошее, и тому подобное. Например, в моей частной практике, да, был клиент, была клиентка, у которой Куспит седьмого дома в рыбах, и как рыбы мутабельны, у нее было три брака, в одном из браков у нее был муж, который все время нормально себя вел, был адекватный, был неспокойный, но периодически выпивал. Все это дело дошло до того, что во время одной из выпив, во время одного из такого периода запоя, он продырявил колеса машины, на которые она ехала, и она могла попасть в аварию и тому подобное. Поэтому в этом плане действительно стоит быть очень аккуратным, даже если ваши рыбы аспектированы положительно, да, допустим, ну, седьмой дом, там аспектированы положительные планеты, тем не менее, следует быть осторожным. Более того, смотря на рыб, стоит смотреть на символический дом, который они представляют. Они собой представляют двенадцатый дом, а двенадцатый дом, как вы знаете, это тайны, это неизвестность, это определенные такие скрытые мотивы, скрытые враги, оккультизм в какой-то степени, различные психиатрические лечебности и тому подобное. То есть мы видим, скажем так, низший этаж. Поэтому, ориентируясь на рыб, надо смотреть на высший этаж, а это, в принципе, это возможно действительно не просто творчество, а возможно занятие какой-либо эзотерикой, сновидениями, возможно это возможно это даже именно психология глубины, когда человек погружается во все эти глубину воды, как Екатерина говорила. Также следует отметить, что высший этаж, допустим, рыб, это если вы ищите партнера, или допустим сами стремитесь развиваться, это скрытые какие-то здания по пропускам, например, по тому, что необходимо, чтобы туда пройти, необходимо иметь какие-то документы или сведения и тому подобное. Вообще, это рыбы, рыбам стоят на скрытность, скрытная деятельность, незаметность, быть в тени. То есть любая деятельность, допустим, тех же режиссеров, тех же сценаристов, которые не видны в кадре, допустим, как актеры, но их деятельность видна другим, и я восхищаюсь. То есть это люди, которые довольно могут быть скрытны, их деятельность не видна, но на самом деле они вносят огромнейшее значение как таковое в мир вокруг, да и вообще в социум и все остальное. В частности, вот, допустим, если взять рыб, да, очень хорошая такая объединяющая тема рыб, допустим, профессия декоратора, да, который, по сути, не виден никому на той же свадьбе, но туда приходят, удивляются, вот как красиво, вот то, но, по сути, все это скрыто за одним человеком, который все это организовал, ну, или не одним, а несколько команды, их работа скрыта. Что же касается, допустим, третьего дома, да, Куспида, третьего дома в рыбах, тут можно сказать, что такому знаку тяжело обучаться, очень, ну, на мой взгляд, потому что с таким знаком они очень чувствительны к критике, и к тому же им сложно с ответственностью, они менее пунктуальны, то есть, таким рыбам, возможно, гораздо проще обучаться в рамках школьных, в рамках каких-то, ну, если они самопознают себя, то им легче обучаться в каких-то заведениях, а вот если они, допустим, обучаются в школе, да, на стандартном уровне, то им тяжело, потому что на них, если они почувствуют от учителя критику, то они уходят в себя, у них могут быть депрессии, плохие состояния и тому подобное. с другой же стороны, как все мутабельные знаки, рыбы могут легко адаптироваться, то есть, допустим, те же двоечники могут просить списывать у тех отличников или еще как-то и тем самым выходить, то есть, адаптироваться под какие-то новые методы. Как учителя, рыбы, в принципе, довольно тоже хороши, потому что в силу своей мутабельности они могут подстроиться под учеников и подать им пример разных направлений. Они не агрессивны, они не будут давить на ученика, они не будут использовать методы шоковой терапии, которая характерна преподавателям Скорпиона, например. Они будут использовать мягкие методы, которые дадут ученикам возможно размытые понятия, но тем не менее они дадут такое чувство, образы, то есть, вообще, рыбам преподавать лучше тогда, когда они имеют какую-то фиксированность или сильную земную стихию, потому что иначе им довольно тяжело. В этом плане им сложно сфокусировать свое внимание на чем-то одном и, допустим, как тем же близнецам, которые разливаются в воде и сразу переходят в другое. То же самое рыб. Они могут переходить с одного на другое, перескакивать, из-за этого им сложно полностью структурировать и подать информацию как нужно. В этом плане следует отметить, что, допустим, не всегда это априори, не всегда это правило. Многие замечали, что, допустим, Меркурий в рыбах, который там находится в изгнании, он подает таких математиков, дает физиков и тому подобное. В принципе, да, действительно, это тема зудящих аспектов, зудящих планет, которые мы хотим проработать, и, возможно, люди действительно прорабатывают этот момент, и их рыбы уже работают по-другому. Что же касается еще некоторых других моментов, это, например, медицина, да, рыбы очень сострадательны, считается, что они очень мягкие, очень мобильные, и нелегко общаются с детьми, нелегко успокаивают. В медицине они тоже связаны, потому что нектун, это все-таки яды, химия и тому подобное, поэтому в медицинах тоже рыбы присутствуют, но обычно это присутствует не как хирурги, допустим, или какие-то терапевты мощные, это присутствует как медсестры, более мягкие такие степени работы, да, допустим, это люди, которые работают как ассистентами, помощниками и тому подобное, то есть они вряд ли будут выступать как такие априори лидеры в медицине. Еще следует отметить, что Нептун, рыбы, собственно, как и управитель Нептун, да, они зачастую идеалисты и способны создавать иллюзии и миражи, то есть такие люди менее пунктуальны, такие люди в плане иллюзий могут спокойно создать, допустим, профессию макияжа, да, они могут очень хорошо создать образ, очень визажист, макияж, да, и тому подобное, то есть они могут очень хорошо создать образ, очень хорошо сформулировать, что другие вообще не заметят. В принципе, рыбы это профессионалы в плане делегирования обязанностей, то есть им гораздо, то есть Они могут легко перенаправить обязанность какую-то на другую, быть в команде, но при этом так, чтобы команда делала какие-то вещи за других. То есть, в принципе, это такие очень мудрые руководители, которые, несмотря на всю свою, казалось бы, расплывчатость, я чую такую мягкость и тому подобное, они могут быть мудрыми руководителями, благодаря тому, что умело подбирают кадры, которые могут уже действовать в своей, скажем так, сфере, узкой ниши. Ну, еще следует отметить, что рыбы очень довольно такие, как стрельцы, они, кстати, очень похожие знаки, опять-таки, у тех, у тех Юпитер, у тех идеализм, у тех, у тех такие высокие идеалы и тому подобное, духовенство и так далее. В этом плане рыбы способны очень хорошо разговаривать, очень, вот, казалось бы, не мой знак, да, рыбы. Тем не менее, как бы в практике я встречал в том, что такие люди, наоборот, много говорят и говорят очень искусно. Они говорят хорошо и так, что человек зачастую не понимает, о чем говорит рыба и думает о том, и думает, что-то тут не то, он меня взял совсем другие дебри. В таком случае человек просто либо останавливает рыбу, либо говорит, что извини, друг, но мне надо, чтобы мы вернулись к четкой теме и тому подобное. Соответственно, с рыбами общаться, ну, на конкретные темы, да, деловые, тяжело скорее, а вот на темы каких-либо там чувств, философии и тому подобное, тут уже дело проще. Ну, вот как-то мое такое краткое, я думаю, мнение о рыбах. У меня все. Спасибо большое, спасибо, Ярослав. Но пока не покидай нас, потому что еще предстоит сказать последнее слово. И я хочу сказать, что да, действительно, ты очень прав про образы, я соглашусь с аудиторией, это было очень интересно на тему того, что рыбы участвуют в признанном вранье. Что значит признанное вранье? Это музыка, музыка – это вранье, это телевидение, это журналы, это модели, визаж, все, что создает образ и растворяет наше собственное «я». То есть рыбы растворяют собственное «я», может быть, это растворение в алкоголе, в секте, в каком-то образе, в чем угодно, это растворение «я». Да, действительно, это связано с медициной, особенно с химией, очень связано плотно, действительно связано с дезориентацией в пространстве. Очень часто у кого «Нептун» там в том же третьем доме, люди вообще охреново ориентируются в пространстве, могут за рулем, например, я могу сказать, что у меня так, за рулем я могу вообще забыть, куда я еду, что я хочу и так далее. Ну, вот такого плана. Рыбы, они, да, они очень приспособлены к бытовой жизни, они летают в облаках, конечно же, как и водолеи, у них тоже есть эта штука, как и говорили. Ну, и надо сказать, что вот про мужчин-рыб, то, что говорили, действительно, мужчины-рыбы, они довольно странные. Почему? Потому что, ну, у меня много знакомых мужчин-рыб, они кажутся немножечко тряпками, потому что они очень сосредоточены вот на этой теме жертвенности и очень много в прошлом живут. Вот, как, в принципе, вода, она живет какими-то прошлыми эмоциями, впечатлениями, запоминает, все это скапливает, как-то вот инская стихия такая, да, вот эмоции, впечатления. И поэтому привязчивая, и поэтому вот они, вот был у меня знакомый рыба, который, он в МЧС работал, спасал людей, это очень, кстати, про рыб тоже, да, про любой водный знак, они все время спасают, могут спасти. И вот он 7 лет, 7 лет он за бывшей девушкой ходил, и любые отношения он строил, но не забывал про бывшую и бежал по первому ее зобу ей помогать. Вот такая специфика у этих мужчин-рыб, довольно интересная, поэтому неоднозначно, конечно, неоднозначно. Давайте теперь послушаем, что думает на эту тему Тамара. Тамара, да, Тамара, пожалуйста, ой, я, как всегда, прошу прощения, нажала, попробуйте сами еще раз. Так, Тамара, можете нажать кнопочку, присоединиться к разговору. Да, я, да, вот это мой Нептун в третьем доме. Так. Мы слышим, да, вот вижу, мигает лампочка, то есть можете говорить. Слышно? Слышно? Да, все прекрасно слышно. Хорошо. Можно погромче. Рыбка знак на токе девы, поэтому есть определенная перекличка, есть некоторые моменты такие схожие, и я об этом говорила, когда в прошлый раз рассказывала про знак девы. Кармическая задача рыб, начну с этого, привнести в этот мир ощущение божественного присутствия. Рыбки необыкновенно чувствительны, им больно смотреть на чужие страдания. Рыбки мечтательны и мистики от рождения. Это знак эзотериков, гадалок и всевозможных медиумов. По принципу зеркальности, рыбки одновременно, это канал подсознания. Рыбы психоаналитики, психиатры и священники с психологическим уклоном. Всевышний посылает рыбу туда, где люди зашли в тупик, где нет и не может быть прямого выхода, и неважно в каком деле или в какой области это происходит. Если брать персоналии, то рыбами были, был, вернее, физик Альберт Эйнштейн, и ныне здравствующий пока Михаил Горбачев, основатель президентства США Джордж Вашингтон, и гениальный Стив Джобс, умевший думать за тех, кто возьмет в руки его телефон. В искусстве это Вивальди с его музыкой, похожей на шампанское, совершенный Микеланджело, Ренуар, умудрившийся отразить на халстке собственную душу, болезненно тревожный Врубель, фантастически красивая Ирина Алкерова и пронзительный, искренний Олег Янковский. Все это рыбы, управляет знаком царь иллюзий, хозяин моря, море любви, не в том, почему люди пьют, почему дают наркоз, почему музыка лечит, и почему от музыки люди плачут. Каждый человек может хотя бы краешком глаза увидеть мир так, как его видят высоко развитые души, то есть мир наполненный любовью и гармонией. И для этого обыкновенный человек, он использует средства для ухода от реальности, то есть алкоголь, наркотик, но с помощью допинга вот это вот ощущение преждевременной красоты, преждевременной любви, оно не заслужено. И поэтому последствия, конечно, у таких людей, неподготовленных, не развитых душ, они достаточно страшны. Знак в силу его гибкости и особой изолированности души от мира очень тяжело прорабатывается. Духовный рост рыб редко бывает заметным. Если брать уровни развития души, то на низкую рыбу бомжа невозможно положиться нигде, никогда и ни в чем. Она непременно подведет. Безобидная и добрая она доживает остатки дней в гнилой воде вокзалов и паперки. Второй уровень духовного развития рыбы называют послушница. Когда рыбы дорастают до этой стадии, раскрываются все ее социальные таланты. Здесь рыбы адвокаты, психологи, врачи. И вот же парадокс банкиры, инвесторы и продюсеры. То есть тот, кто обладает даром просить, знает, кому можно дать деньги. Очень интересно бывает, если мы говорим, что рыба это знак жертвенности, то двойственность проявляется в том, что жертвенность это уже в более высоком уровне развития, а на низком уровне проявления как раз человек ожидает жертвы со стороны окружающих, требует жертвы. И если ему что-то делается, он все принимает как должное. Итак, вернемся к уровням проработки души. Третий уровень – это сестра милосердия. То есть достигшая той стадии, при которой человек понимает, что все в этом мире устроено Богом, и мы ведомы им, рыба как раз и обретает вот этот статус, который можно назвать сестра милосердия. Реализованное призвание для рыбы – это возможность вести людям божественный свет и божественную любовь. Адвокат, становящийся для преступника единственным защитником, сестра милосердия в госпитале, плещенник у постели умирающего – это все предельные ситуации рыб. И в них можно увидеть кармическую задачу – быть проводником доверившихся душ в божественные сады любви. Рыбы показывают душе ее далекое и совершенное будущее. Под рыбами страна Индия, нация рыбы индусы, мировой литературный образ – это золушка. Она не случайно дождалась своего принца, она заслужила его. В нашей литературе это лука, пьеси горького на дне. Световая гамма рыб, она представлена, конечно, в картинах Айвазовского. Рыбка-ребенок. Если художнику нужно нарисовать ангела, то в качестве модели он выберет ребенка с сильным знаком рыб, а не олицетворение ангела. Во всяком случае, внешне. Ребенок долго не проявит своих трудных сторон. Поэтому начнем именно с них. Легко начать разговаривать. Он удивит своих родителей тем, что воспринимает язык не только на звук, но и на вкус. И этому способствует поразительная музыкальность знака, которая позволяет им в любом возрасте освоить любой язык без акцента. В душе рыбы звучит прекрасная музыка, частью которой являются звуки языка. И никакой структуры, никакой present in definition, структура вообще не самое сильное качество внутреннего мира рыбок. Но ведь потребуется потом еще и правильно писать. И чем раньше вы обратите внимание на это обстоятельство, тем будет легче. Потому что ЕГЭ они одинаковы для всех 12 знаков зодиака. Как свидетельствует практика, рыбка очень трудно поддается воспитанию. Рыбы вырастут такими, как и не вырастут, вне зависимости от ваших направленных усилий. Сформировать некоторые устраивающие вас образ. Это, конечно, не отменяет воспитательную задачу родителей. Например, рыбка, которую вы видите здесь и сейчас, вовсе не обязательно душой, а тем более мыслями, находится тут. Душа рыбки, живет большую часть времени в абсолютно неведомых просторах времени и пространстве. Катюша говорила, что даже за рулем она улетает. У меня в рыбах вроде бы ничего нет. Но, правда, смотрели мы по гелиоцентрической системе, там венера моя попадает в знак рыб. И я тоже грешу тем, что за рулем я веду машину на автопилоте, а сама мысами где-то витаю. Фантазия у рыб беспредельна, и желание уплыть от рутинных проблем неописуемо, поэтому рыбка плавает по дну, но не поймаешь ни одну, если она сама не захочет пойматься. А ловить между тем необходимо, потому что есть домашние задания, есть в конце концов просто время, распорядок, режим. И выход один – совершать глубокие погружения вместе с ребенком. Вот думайте, как повседневные рутинные задачи погрузить в море, вместо того, чтобы вытаскивать рыб из их стихии. Даже способ обучения языкам, знания которых абсолютно необходимы для любого мутабельного знака, для рыб придуман особый. Это так называемое погружение. Заметьте, погружение, а не изъятие. Уловите в этом ключ многих методик, с помощью которых можно обучать деток-рыбок. Чему учить? Круг чтения, конечно, сначала сказки, к которым у знака рыб совершенно особое отношение. По достижению отрочества – это истории, в которых описан мир души, погруженный в сострадание. И здесь хоть граф Монте-Кристо, хоть Робинзон Крузо, обязательные танцы, обязательные занятия музыкой, в картинной галереи подвести к картинам импрессионистов, после чего можно ввести рыбку в художественную школу. И еще одно. У рыбок часто бывает странная, нестандартная реакция на медицинские препараты. Помните об этом. Рыбки-мужчины. Если вы спросите, случаются ли среди мужчин, родившихся под знаком рыб какие-то, как Рэмбо, в смысле символ мужества, отвечу, конечно. Брюс Уиллис как раз и есть самое, что ни на есть рыба. А как вам Чак Норрис, родившийся 10 марта? Вас не удивится вот факт, что и первый мужчина, полетевший в космос, Юрий Гагарин, и Валентина Терешкова, первая женщина, полетевшая туда же, это тоже рыбы. Но скажу вам по секрету и честно, если вам нужен боец и солдат, все же лучше поискать его среди знаков огня. Рыбу-мужчины рождаются не для этого. Беспокойство слабого пола понятно. А сможет ли мужчина-рыба быть опорой семье? Сумеет ли он защитить и прокормить? А вы знаете, представители таких профессий самые состоятельные люди в Штатах? Это адвокаты и врачи. А это самые, что ни на есть рыбьи, профессии. И, наконец, прибегая к собственному опыту, сдаю вам почти открытие. Гороскопов-банкиров, знак рыбы обязательно один из самых сильных знаков. Ведь нефтью тоже управляет нефтунцем и алкоголем, и наркотиками. Самые, пожалуй, доходные статьи дохода, самые большие статьи дохода. А знаменитых музыкантов, художников, актеров, писателей и среди рыб просто не в честь. Поэтому полагаться на молву, гласящую, что рыбы – это нищеброды и бестребленники, абсолютно не стоит. Деньги у них вводятся. Конечно, комплексов у детей нефтуна не с честь. Тут и потребность в сильном волевом, целеустремленном партнере, потому как у самих рыб с этим делом может быть напряженка. И нежная душа, в которую в нашем неэкологическом мире, если кто не плюнет, то уж точно калошами залезет по-любому. А то найдутся насмешники. Вот мужчине-рыбень совсем не покажутся компрометирующими слова такой песни. Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Как вам Олег Янковский? Вспомните его Генриха Шварцкоппа из фильма «Щит и меч», а еще лучше барона Мюнхгаузена. Но вот у какой женщины не дрогнет сердце? В песне, которую я привела в качестве примера, есть еще слова ключевые. «Ты не думай, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательное свое верное сердце отдам». Вот это и есть самая сильная сторона знака рыб в его мужском воплощении. У него действительно верное и любящее сердце. «Рыбы женщины» в темы романтики, когда ночью костра, а с утра не на работу, а вот так, чтобы жизнь оказалась подчинена романтизму и слобод, ну и что-то же. А женщина-рыбка, она именно такая. Например, Астоль в «Алых парусах» Александра Грина, символ романтизма, воплотившегося в реальность. И отец ведь у осот был моряк, значит и живет девочка там, где положено жить рыбкам, у моря. Самое главное, самое важное – это способность ждать и верить, оберегая себя от грязи и случайностей, сохраняя себя для принца. В этой истории вся суть женщины-рыбы. Существует европейский архетип женщины-рыбки – это золушка или синдерелла. И там тоже покорность, способность существовать в жестокой реальности опирает на богатство внутреннего мира. И там, опять же, принц. Знак рыб отвечает за ступни, на лице за подбородок. У золушки, ну и если вспомним, знак девы, то есть если дева отвечает за кисти рук, то знак рыб отвечает за кончики пальцев, за подушечки пальцев, то есть за кислительную зону. У золушки были божественные ножки, крохотные ступни. Таких не было ни у кого в сказочном королевстве. И вспомните, что я сказала вначале, что Индия – это страна под знаком рыб. И только там, в этой стране, можно увидеть иконы, на которых изображены ноги, увитые цветами, украшенные кольцами, прославляемые как самая красивая часть человеческого тела. Рыбка-женщина, она не слишком заметна в компании, потому что сдержанна и скромна. Но, увидев ее, уже не забудешь, сколько очарования, столько зовущей беззащитности в ее фруктском теле, столько божественного мира и гармонии в ее глазах, которые, как известно, зеркало души. С детьми женщина-рыбы сумеет выстроить отношения полного доверия. В первую очередь потому, что она никогда и никого не станет ломать и заставлять. Но можете быть уверенными, что все, что высокого и духовного Господь заложил в ребенка, женщиной-рыбкой будет поддержано и развито. И я сразу хочу завершить свое сегодняшнее выступление, попрощаться со всеми, поблагодарить за внимание и сказать, тем более, что мы завершили освещение знаков, рыбка-12, знак зодиака. К какому бы знаку зодиака ни принадлежали вы, помните, мы сегодня говорили про уровни духовного развития. Поэтому независимо от того, кто вы по солнечному знаку, необходимо постоянно учиться, постоянно развиваться. Нельзя стоять на месте, нужно расти, нужно ставить себе цели, добиваться, достигать их. И необходимо становиться личностью. Личностью, которая интересна для других людей. И тогда вы сможете рассчитывать на то, что вы добьетесь из всего и всех, кого вы наметили. То есть вот когда приходит женщина, девушка на консультацию, очень часто, естественно, приходит с проблемой безбрачия, иначе, то прежде всего я стараюсь донести аккуратно вот эту мысль. А что вы сами из себя представляете? А вы интересный человек, вы интересная личность. То есть если вы себе хотите принца в своей жизни, а вы-то сама принцесса, то есть если вы хотите принца, старайтесь стать королевой. Вот такие вот у меня пожелания. Всего доброго вам. И я надеюсь, что все у вас получится, если вы будете двигаться, а не будете сидеть в теплом и привычном болоте. Катюша, у меня все. Спасибо, Тамара, огромное, что почтили присутствие в нашей скромной беседе. Вот, очень было интересно слушать. Надеюсь, еще не последний раз вместе с нами побудете. Вот, про рыб действительно было очень интересно. Хочу сказать, что они действительно жертвуют очень много, но зачастую они жертвуют ради большинства людей. Опять же, забывая, ну, чем дальше знак, тем меньше он думает о тех, кто близко, о тех, кто рядом. Им жалко все человечество, но так не жалко человека, который рядом, и которому бы стоило уделить внимание. Это я тоже про себя хочу сказать. У меня есть такая черта. Вот, хочу сказать, что наши читатели говорили, что Дарина говорит, что про отношения друг рыбы встречался с девушкой, не особо ценил, пробыли вместе года три, расстались, и все, понеслась партнершу бывшую, разидеализировал уже как года три не вместе, но до тех пор считает ее лучшей девушкой на земле. Отношения не заводят. Да, это достаточно легко для рыб. Был мальчик-ухажер рыбы, говорит Мария, музыкант, для меня сильно творческая личность, оказалось, приходилось вести отношения на себе. Вот я и закончила их. Так что, да, действительно, и как раз на тему банкиров и так далее, рыбы – это огромный фондовый мировой рынок. Деньги олигархов, которые перетекают из акций в акции. Это у олигархов очень сильно проявлены рыбы, поэтому стоит не списывать со счетов этот знак. Но, с другой стороны, для простых людей это знак бедняков, как раз-таки для всяких там попрошаек и прочего. Вот. Малвин говорит, что, простите, что разговор разрезаю, сильные подозрения на шизофрении у знакомых, но все гадала, где асцензент, хотела Венеру в раке поставить в первом доме, но вот теперь уверена, что в рыбах. Знаете, у шизофрении очень часто луна ненапряженная, очень часто встречала у шизофреников абсолютно гармоничную луну. Вот только сейчас, да, общаемся на эту тему с коллегами. Да, я пиарю рыб, это действительно так, но в каком-то смысле. Но не только, шизофрения это сложная болезнь, там не только, конечно, луна, и там много-много указаний. Вот, друзья, хочу сказать, Ярослав, хочешь попрощаться, наверное, да? Можешь что-то сказать напоследок, пожелать нашим слушателям? Приглашаю тебя к микрофону. Тамара попрощалась, вот ты. Да-да. В последок бы хотелось сказать, как и Тамара, действительно, есть разные проявления, есть разные знаки зодиака, есть разные домашние сети, есть разные планеты, конфигурации, все остальное. По сути, на этом всем базируется вся астрология. Но многие придерживаются кредо, как и я, того, что астрология – это не рок, это не строго начерченные рамки, в которых мы должны идти, это зачастую подсказки и, скажем так, карта, по которой мы можем идти, а которой мы не можем идти. Поэтому нельзя программировать себя на то, что вас ждет неудача, или вас ждет успех. Многое зависит от самих вас, от вашей именно способности поднять попу с дивана и что-либо делать. Зачастую зависит от ваших мотиваций и прочего. Нельзя, конечно, говорить, что вот все зависит именно от вас, но тем не менее, многое зависит именно от этого. Ну а так, в целом, большое спасибо за то, что пришли сюда, послушали нас, все-таки приятно. Не просто разбогольствовать, а так, чтобы людям было понятно, интересно и доступно. В целом, было очень интересно, я рад, что коллеги выступали. Спасибо. Спасибо, Ярослав, большое. Было тоже интересно тебя слушать. У тебя очень приятный голос. И надеюсь, что ты тоже нас еще почти всем присутствием открыл. Очень интересно тоже с разных сторон знаки. Каждый открыл ее со своей стороны. Также нам помогали слушатели. Вот. Так что, друзья, хочу пожелать вам активной, интересной рабочей недели. Впереди Луна у нас будет переходить сегодня, она кажется, в Близнецах. А дальше ей предстоит Рак. Да, завтра, может быть, стоит посидеть дома или послезавтра. Ну, в общем, разберитесь сами. Да, и помните, свобода выбора за вами. Какой этаж выбирать, знака или дома, это решаете только вы. Человеческая свобода выбора, никто ее никогда не отменял. Вас живет искра Божья. Вот. И спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. В воскресенье в 20.00 мы, как всегда, будем здесь. Приходите. Будем рады обсудить с вами этажи домов. Всего доброго. И напоследок музычка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова